Братья и сестры, ставьте лайки, комментарии оставляйте, подписывайтесь и на колокольчик нажмите, чтобы новые ролики не пропустить. С именем Аллаха, милостивого, милосердного, хвала ему, Господу миров, мир и благословение его пророку и его семье и сподвижникам. Прибегаю к защите Аллаха от проклятого сатаны. С именем Аллаха, милостивого, милосердного. С именем Аллаха, милосердного, милостивого, милосердного. Уважаемые братья и сестры, во-первых, ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Как-то вы тихо салям даете. Ну давайте, может, пободрее, что ли. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Хорошо, сегодня мы с вами поговорим о джинах. Джины, они среди нас, и здесь тоже где-то, наверное, они есть. И среди джинов, так же, как и среди людей, есть как неверующие, так и верующие. В наших домах тоже есть джины. Верующие джины, джины-мусульмане, живут с верующими, потому что им нравится там. Нравится, когда вы читаете Коран, читаете намаз, какие-то хорошие дела делаете. Поэтому им и нравится с вами. Вот у вас было, что дома один сидите, и в одной из комнат вы слышите чьи-то шаги. Поднимите руки, у кого такое было. Вот это да! И в Манчестере джины тоже есть. Ну вот захотел верующий джин дать о себе знать. Ну, салям ему дайте. Бояться-то точно нечего. Ни один верующий джин, по идее, не должен делать чего-то такого, что вам навредит. Иной раз они даже помогают вам ислам соблюдать. Вот у кого такое было, поднимите руки, что на Фаджар вы вдруг резко просыпаетесь от того, что к вам кто-то прикоснулся. Поднимите руки. Опа! Да в Манчестере, похоже, джинов больше, чем в Бирмингеме. Вот со мной знаете, как было? Я был в Дели, в Индии, в 2015. В мечети был безвылазно, чтоб усердно поклоняться Аллаху. А мечеть там местная. Находится прямо посреди кладбища. Там очень хорошее место на самом деле. Очень хорошо получается сосредоточиться. Бывали моменты, что в мечети не было никого, кроме меня и еще одного брата. Маленькая мечеть. Иной раз, когда я поминал Аллаха, я слышал, как кто-то вместе со мной тоже поминает Аллаха. Я подумал, ну ладно, кто-то вместе со мной хочет Зикарь почитать. Пожалуйста, без проблем. А днем же пост, перед рассветом встать надо сухур покушать. Где-то до трех сорока. И вот, значит, мы в мечети. Спутник мой, который тоже в мечети уединялся для поклонения. Уснул. Иногда засыпал и я. И вот я чувствую, кто-то будет меня в три часа ночи. Четко в три ноль ноль. Это был хороший джинн, верующий, мусульманин. Он хотел, чтобы я не пропустил. Сухур. Ну а что, хорошее дело. Альхамдулилях. Машаллах. Поблагодарите его. Поприветствуйте. Салям ему дайте. Вообще, когда домой заходите, по сунне пророка нужно салям давать. Даже если дома пусто. Потому что у вас дома ангелы. И даже если людей нет, ну есть джинны. И вы приветствуете джиннов. Бояться не надо. Зашли домой. Дали салям. Поймите. Нет причин бояться джиннов. Сами джинны боятся людей. Между миром людей и миром джиннов Аллах установил барьер. Преграду, которую джинны пересекать право не имеют. Они не лезут в наш мир, мы не должны лезть в их мир. Вот смотрите, кот должен бояться человека или человек кота? Вот вы в Манчестере даете. Че, котов боитесь что ли? Ребят, ну вы чего, не спите. Человек кота должен бояться или кот человека? Кот, конечно. Я же не говорю о диких представителей семейства кошачьих. Или вот собака, допустим. Если она учует ваш страх, она обнаглеет. Часто бывает, что люди джиннов боятся. Из-за того, что кто-то в детстве внушил им бояться джинов. Бывает, дети боятся ночью в туалет пойти. Им надо, чтобы за дверью кто-то стоял. Вот мы маленькие были, когда нам рассказывали страшные истории о джинах. Мол, а ты слышал, вот то-то, то-то бывает. Вообще, родители, кстати, неправильно поступают, воздействуя через страх. Вот моя мать, да помилует ее Аллах, скажите амин. Помню, племянника моего кормила когда. Говорила, ешь давай. А если не будешь есть? Вот слышишь? Собака лает. Вон там, на улице. Тот такой, ага, слышу. Ну так вот, эта собака схватит тебя, если не будешь есть. О боже. В итоге племян ж теперь взрослый уже, а собак боится. Хотя, наверное, и так боялся бы, потому что азиат. Бывает же, в парк собака прибегает, азиаты разбегаются. Собака сюда, они в другую сторону. Та приходит, они от нее. Но все равно неправильно это, страшилками такими манипулировать. Когда ты маленький и слышишь такие истории, глубоко в душу западают. Вот я детей двум вещам приучаю. Не бояться собак. И второе. Не бояться джинов. Говорю. Ну темно там. Ну темно там. Ну сходи, включи свет. Возьми что надо да возвращайся. Понятно, страшно им. Я говорю, ну ничего. Все равно сходи. Сходи, сходи, не бойся. Не надо детям говорить. Там никого нет. Папа тебя защитит. Если я услышу, что ты закричишь, я как супермен прилечу и заберу тебя. Спасу. Не надо ничего такого говорить. Да? Страшно. Но объективных-то причин бояться нет. Еще мы как делали? Я знаю, многие родители такого не делают. Вот мы спать, когда ложимся, везде в доме свет выключаем. И каждый ребенок в отдельной комнате. Спит один. С самых ранних лет мы приучаем так. Когда ты детей приучаешь спать в отдельной комнате, без света, одному, они вырастают с нормальной психикой. А то родители позволяют детям вместе с собой спать. Месяцами причем. Есть же такое. Дети между родителями спят. А мужу с женой не очень-то удобно в постели находиться, в присутствии ребенка. Пускай спит в своей отдельной кровати. Причем в темноте, без света, с того возраста, с которого это становится возможным. В отдельной комнате нормально все с ним будет. Ну потому что это жизнь. Зачем историями какими-то пугать его, чтобы он потом боялся спать отдельно. И думал, что же со мной будет теперь, когда родителей-то рядом нет. Не надо, пускай живет в естественных условиях, безо всякой гиперопеки. Вот то, что люди боятся джинов, вот это вот все, это просто у них в голове. Эти страхи в их сознании. Объективных причин бояться джинов нет. Тем более, если вы волевой человек. Кто джинов не боится, того наоборот джины боятся. А если вы джинов боитесь, они могут поиграть на вашем страхе. Поэтому не надо их бояться. Ну услышал ты что-то, когда один дома, ну и что? Не паникуй, не бойся. Не надо бояться каких-то шумов. Ну вот услышал ты какой-то шум, да? Или увидел что-то. Потом накручивать себя начинаешь. Вот я помню, лет 20 назад в Бангладеше, ветер сильный был, дождь лил как из ведра. И в комнате моего двоюродного брата, он там вместе с женой был, Внезапно, ни с того ни с сего, подвинулся телевизор. Маленький такой телевизор, дюймов 14. Но тем не менее, это тяжелый предмет. И вот, он сам по себе взял и сдвинулся. Сместился. Через некоторое время снова, жена его говорит, сейчас джины телевизор унесут. Джина говорит, телевизор утащить пытаются. Он реально сдвинулся. Ну то есть, понимаете, да, зрелище? Как уснешь после такого? Ну как бы, не каждый день телевизор двигается. Страшно же, джины, все такое. На следующий день выяснилось, что ветер сильный, одно из деревьев немного наклонил. А провод от телевизора на улицу шел, и вокруг дерева проложен был. И в итоге, когда дерево склонилось, натянуло провод, ну и соответственно телек-то и подвинулся от этого. Все оказалось гораздо проще, чем казалось. Иной раз бывает, что ты что-то услышал. Но это ж не всегда джины. Может доски на полу скрипят, чуть деформируются от жары. Много чисто физических объяснений тому, что вы слышите иной раз. Я не говорю, что все физикой объясняется. Бывает, что реально джины. Но не надо все к этому привязывать. Иной раз просто естественные звуки окружающей среды. У страха глаза велики. Но в общем, первое, что вам надо понять, джинов бояться не надо. Второе. Есть несколько простых вещей, которые, если вы будете делать, то джины вам не грозят. Не будут они пугать вас. Смотрите, домой зашел, скажи бисмиллях. Из дома выходишь, скажи бисмиллях. Окно закрываешь, бисмиллях. Открываешь окно, бисмиллях. Этому нас научил пророк Мухаммад, салаллаху алейхи ва салям. Ни один джин не войдет в твой дом, если ты входишь и выходишь из него. Говоря бисмиллях. Не зайдут джины. Посланник Аллаха, салаллаху алейхи ва салям, на ночь закрывал сосуды крышкой перед сном и говорил бисмиллях. Для защиты от шайтанов. Когда вы имя Аллаха произносите, вы защиту получаете от Аллаха. Также Аллах сильную защиту дает через аят Аль-Курси. Аят Аль-Курси – это прекрасная, превосходная защита. Через аят Аль-Курси Аллах защищает не только от джинов. Это и от людей защита. От воров, например. Детей учите аяту Аль-Курси. Сами читайте его. Читайте перед сном, дуйте на руки и протирайте тело. Кошмаров не увидите. Если будете делать так перед сном. Иншаллах. Существует три вида снов. Пророк, салаллаху алейхи ва салям, говорил нам. Есть такие сны, в которых просто проявляется то, о чем мы думали в течение дня. Второй вид снов – от шайтана. Он пугает вас кошмарами. Читайте для защиты аят Аль-Курси, и это поможет, иншаллах. Кстати говоря, вот было у вас такое, что во сне пошевелиться хочешь, а не можешь. Многие говорят, что здесь дело в джинах. Мол, джин тебя схватил и держит, и даже дышать не можешь. И в последнюю секунду задышал. И говорят, мол, это джин и душат. А причина может быть физиологическая. Дыхание блокируется, потому что на спине спите. Из-за мокроты, например. Чтоб такого не было, прочистите носоглотку нормально перед сном. И спите на боку, а не на спине. Еще от кошмаров Аллах прекрасную защиту дает через чтение следующих аятов. Значит, первые пять аятов Суры Бакара, от Алиф-Лам-Мим до Амуф-Лехун. Дальше Аят Аль-Курси, и два последних аята Суры Бакара. Еще прочитайте Суру Фаляк, трижды, и Суру Ан-Нас, тоже трижды. Читаете Суру, дуете на руки, и протираете все тело. И будете спать нормально, иншаллах. Ничто вас во сне иншаллах не побеспокоит. Если все равно кошмары снятся, значит Корана мало читаете. Или вы Коран не читаете вообще. Вот, например, вы болеете. Вам лекарство нужно настолько сильно, и насколько сильно вы болеете. Если просто насморк, голова немного болит, аспирина хватит. Может, еще что-нибудь попьете. Да и хватит. Если воспаление легких, это уже другая история. Здесь уже аспирином не отделаешься. Бывает, что нужно обратиться к специалисту, чтобы он поставил вам диагноз и прописал лекарство конкретно под ваш случай. Да убережет Аллах всех нас, скажите Амин. То же самое и в мире джинов. Смотря на сколько сильный джин, или порча, смотря какая сильная. Вот в соответствии с этим уровнем, и меры нужны соответствующие. Ты же в холод в футболке не выходишь, если твое здоровье от этого ухудшается. Нет, конечно, если иммунитет твой не справится. Если ты вышел в дождливый день, в холодный, ветренный, ты промок весь, ноги промокли. Так можно и пневмонию подхватить. Поэтому ты одеваешься в соответствующую одежду. Чтоб не промокать, не промерзать. И в духовном плане то же самое. Нужно принимать меры для защиты от джинов. От сглаза, от порчи. Нужно соблюдать ислам. Делать то, что Аллах велит. Для вас это будет защитой. И нужно читать Коран. Утром и вечером что-то прочитывать. Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, читал Суру Ихляс трижды. Дул на руки и протирал тело. После Фаджра и после Магриба. И перед сном пророк Мухаммад читал Суру Фаляк и Суру Аннас. Тоже трижды. Дуа тоже посланник Аллаха читал. Просил у Аллаха защиты. И это общая защита. Мы все должны это делать. Некоторую порцию Корана верующий должен прочитывать каждый день, чтобы у него была защита. Коран не только в Рамадан читать надо. Коран читать надо не только по особым случаям. Коран читать надо каждый день. И это будет общей защитой. Вот вы же едите каждый день, без пропусков, так ведь? Так же и Коран надо читать каждый день. Это духовная пища. А то люди других просят, чтобы они для защиты им что-нибудь почитали. Сами читайте. Вы же других не просите, чтобы они поели за вас. Но правда. Ты не делаешь ничего, чтобы создать защиту от джинов. От порчи, от сглаза. А когда что-то случается, ты удивляешься, как же вот так меня угораздило. Вот ты на холод и выходишь в футболке. Конечно, заболеешь, скорее всего. Удивляться нечему. То же самое и духовная защита. Какую-то порцию Корана нужно прочитывать, хотя бы минимум. Если дома тебя что-то беспокоит, странное. Что-то с джиннами связанное. Читай дома Суру Бакара. Суру Корова. Шайтаны там не смогут находиться. В идеале, конечно, чтобы ты сам читал ее. Если на арабском не читаешь, то хотя бы поставь на телефоне. Пускай играет. Делай так, если, например, тебя беспокоят ночные кошмары. Пускай Суру Бакара у тебя в комнате подолгу играет. Спать ляжешь, выключишь. Если захочешь. Но в идеале, конечно, читать самому. Эффект будет сильнее. Коран — это самое сильное средство против подобных вещей. Сильнее, чем Коран, не действует ничего. Причем надо, чтобы ты сам Коран читал. Если хотите послушать подробную информацию о мире джиннов, у меня есть лекции на YouTube. Наберите в поиске «Джинны». Братья и сестры, ставьте лайки, комментарии оставляйте, подписывайтесь. И на колокольчик нажмите, чтобы новые ролики не пропустить. Так, тема лекции «Дьявол внутри». В этих двух лекциях я рассказываю много историй о джиннах, истории из жизни, случаи одержимости, как защищаться от них. В общем, смотрите. Самая лучшая защита — это ваше чтение Корана. Вот есть колдуны. Понятно, есть шарлатаны, конечно, которые просто фокусами занимаются, а не магией. Но есть и реальные колдуны, которые поклоняются дьяволам. Колдуны высшего пилотажа делают удивительные вещи. Люди не понимают, как они это делают. Я вам говорю, такие люди поклоняются дьяволам. Те, кто занимаются колдовством, взаимодействуют с джиннами. Аллах говорит в Коране о людях, которые разрушали браки через колдовство. В Суре Бакра Аллах говорит, разлучали мужа и жену. Есть две крайности. С одной стороны, люди вообще отрицают магию, порчу и так далее. А есть другие, которые чуть-чуть случится, сразу джинны. Истории всякие лживые ходят. И люди от одного, двух, трех людей услышали. И все, уже считают, что это правда. Люди рассуждают так. Если эту историю рассказывают много разных людей, значит это правда. Я от десяти человек слышал. Слухи дело такое. Вот мой старший брат женился несколько лет назад. И мне родственник один говорит, ты слышал, он как женился, жену свою в ночной клуб повел. В ночной клуб, о боже, нет силы и мощи, кроме как у Аллаха. Жена его намаз читает, а тут такое, в ночной клуб повел. Я говорю, тебе это кто сказал? Я слухам не верю, мне источник нужен. Представляете, какие слухи? Жену говорит, в ночной клуб повел. Я говорю, тебе кто сказал? Она отвечает, от того-то, того-то слышала. Ну, я к ней. Говорю, ты ей что сказала? Ну, я, говорит, сказала, что он когда женился, отвел свою жену... ...ночью... ...в музей. Ага, но это уже другое. Я говорю, а ты откуда слышала? Она говорит, от того-то, того-то. Ну, я этому человеку звоню, спрашиваю. Человек говорит, я сказал, что он отвел жену в музей восковых фигур. Спросил, откуда дровишки, звоню. Человек и отвечает. Я, говорит, сказал, что он отвел ее в музей мадам Тюссо. Знаете же музей мадам Тюссо в Лондоне? Там знаменитости из воска. Вот люди приходят, смотрят на них. То есть, понимаете, да, как перевернули информацию? Так что, когда между мужем и женой что-то не ладится дома, дело здесь не всегда в джинах или в том, что порчу навели. А просто информацию и фильтровать надо. Бывает, что люди ссорятся из-за слухов. Или если ребенок не кушает, это не обязательно джины не дают ему поесть. Ребенку, помню, одному был 11 месяцев, и он вдруг перестает есть. Ну, родители такие сразу, мол, сглазил кто-то. Дурной глаз, порча. А у него просто зубки начали резаться. Или муж с женой повздорили. Люди сразу, вот, порчу навели, джины. Надо бы найти, кто там порчу-то навел. Надо вызвать изгонятеля джинов. Зачем? Из-за того, что у них проблемы в браке? А у кого их нет? Может, муж жену испортил? Или оба испорчены они? Может, они жалуются на жизнь? Может, муж ленится, работать не хочет? Или жена ленится делать что-то по дому? Ситуации всякие бывают. Вот смотри, независимо от того, кто ты, мужчина или женщина, если ты всю жизнь жалуешься, то уже это само по себе много проблем создает. Вот, например, корова. Кушает траву. Вот она ходит по лугу. Ест, значит, траву. И видит, лежит лепешка. С одной стороны корова ест, а с другой падают лепешки у коров. И вот эта корова смотрит на другую сторону. На другой луг. И ей кажется, что там трава зеленее. И представьте, если бы корова подумала, вот бы мне на тот луг ту траву поесть. И там-то уж лепешек точно нет. Там хорошо все. У меня на лугу воняет, а там нет. Ветер с той стороны не дует, она и не чувствует. Вот ты так же поступаешь. На других людей смотришь и думаешь, вот у них точно проблем нет. У всех проблемы есть. У всех плюс-минус есть разные проблемы. А люди жалуются, ноют. И если бы корова эта перебралась все-таки на другой луг, если бы фермер убрал изгородь, корова перебралась бы на другой луг, там бы траву есть начала. И она заметила бы, что и на этом лугу лежат лепешки других коров. Так или нет? Так. Так что если вы жалуетесь на семейную жизнь, вы ведете себя как корова. И женщины, и мужчины. Мыслите как коровы. С чего вы взяли, что у других нет проблем? Они у всех есть. Как и лепешки на всех лугах. Бывает, что супругов хотят поссорить. Например, слухи распускают. Всякие проблемы бывают. Стресс. На работе человека выбесили. Он домой приходит. Злой. Всякое бывает. Но не надо думать, что проблема всегда в джинах, когда у вас что-то не так в жизни. Вот по поводу колдовства хотел рассказать. Брат один лет 20 назад принял ислам. Он сам из семьи индусов. И его же семья навела на него порчу. Я хочу всех вас предупредить. Любой из вас, кто, не важно, в Бангладеше, в Индии, в Гане, Нигерии, или еще не важно где, идет к колдуну, платит ему деньги за то, что он разлучает мужа с женой, или еще какое-то колдовство заказываете у него, на вас такая же вина, как на нем. Не думайте, что если конкретно вы это колдовство не делали, то и отвечать не будете. Это то же самое, как если кто-то киллера заказал, заплатил ему деньги, и тот исполнил. По сути, убийца вы, просто он исполнитель, а вы заказчик. И в судный день это дело будет считаться убийством. Потому что нанял ты его ты, и убийца будет отвечать, и ты будешь отвечать перед Аллахом. То же самое, если ты идешь к колдуну, заказываешь какую-то магию, приворот, отворот, да мало ли всякого бывает. На тебе такая же вина, как и на колдуне. И этот поступок является неверием. Если вы думаете, что это халяль, ошибаетесь. Если вы это сделали, вы лишились веры, лишились имана. Об этом говорится в книгах по вероучению. Так что, если вам кажется, что это нормально по исламу, типа можно так сделать, и ничего страшного не будет, нет. После этого вы считаетесь неверующим. И вот, значит, на этого брата навели порчу. Он ходил к разным шейхам, чтобы они поправили это. Чтобы ему руки читали. Но ничего из того, что они делали, ему не помогало. И в итоге он что сделал? Он поступил очень грамотно. Смотрите. Он узнал, какие аяты Корана читают шейхи в качестве руки, чтобы избавить от порчи. И он эти аяты стал сам читать. Регулярно. Снова и снова. Он записал на микрофон, как читает. Когда уставал читать, включал эту запись со своим же голосом, и она играла дома. Потом снова начинал сам читать. Читал снова и снова. Порчу на него навели, конечно, сильную. Но, аль-хамду-ли-лях, он полностью исцелился. Скажите, аль-хамду-ли-лях. Вся хвала Аллаху. Потом он эти записи начал тиражировать. Он давал эти записи людям, у которых подобные проблемы. Он говорил им. Вот эти аяты сами читайте. И вот еще запись, на которой я сам эти аяты читаю. Включайте дома. Я лично разговаривал с ним. Я скачал себе его записи. В мечети я распространил около сотни таких дисков. Давал разным людям. У меня его контактов нет. Записи тоже не сохранились. Но я что хочу сказать. Сами читайте Коран на арабском. Защиты сильнее, чем это, не существует. Порчу наводят. Не только на грешных людей, но и на очень праведных. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхиусалям, тоже в свое время страдал от порчи. Колдун навел на него порчу. Он от нее избавился, читая последние две суры Корана. Аль-Фаляк и Аль-Нас. И еще ангелы сказали ему, что в грязном колодце лежит веревка. Туда ее положили, чтобы закрепить порчу на нем. Да, порча реальна. Но знаете я вам что скажу? Прежде чем бороться с порчей или вызывать изгонятеля джинов, проверьтесь у врача. Это первое, что нужно сделать. Чтобы исключить этот вариант, сходите ко врачу, не пренебрегайте этим моментом. Сходите, проверьтесь. Хотя есть определенные симптомы, по которым уже с большой вероятностью можно определить, что проблема носит не физический и не психический характер. Но все-таки лучше сначала проверьтесь. К врачу сходите. Возможно у вас просто проблема медицинского характера. Вот помню ребенок мой, младший, в возрасте 4 лет сыпью пошел. Ни с того ни с сего. Штук 20 точек вдруг появилось. Мы начали пробовать кормить его разной едой. Ведь во многом ваше здоровье зависит от того, что вы едите. Мы записывали, что он ел перед тем, как начиналась сыпь. И мы выяснили, что у него аллергия на цитрусовые. Лимоны он любит. И он значит, не знаю зачем, брал целый лимон и съедал его. Но и в итоге аллергия пошла. В итоге мы ему перестали давать цитрусовые. А через несколько месяцев снова начали возвращать это в его рацион. Постепенно. И аллергия прошла. Альхамдулиллях. То есть разные причины могут быть. Мало ли что в вашем организме происходит. Выясните это. Анализы сдайте. Или вот головные боли могут быть у человека. Вот у меня голова болела. Снова и снова головные боли случались. И альхамдулиллях в хадже. В 2011 что ли врач один из Манчестера в хадже со мной был. Я ему рассказал мол так и так. Головные боли мучают. Он говорит знаешь что я заметил. Ты воды пьешь. Маловато. Я такой. В этом дело что ли. Да говорит я же вижу мало воды пьешь. Я начал пить больше воды. И. Альхамдулиллях. Головные боли прекратились. Все просто. Это может быть что то очень простое. Вот например многие мучаются. С болями в пальцах. Это знаете из-за чего может быть. Вот в таком положении с телефоном лежите. Причем часами это же может продолжаться. Кровь плохо циркулирует. В общем если замечаете что что то не так с вами. У врача проверьтесь. Потом уже все остальное. Но если захотите к шейху какому нибудь сходить. Выбирайте тщательно. Вот когда кафе халяльное хотите найти какое то. Вы как определяете куда пойти. Отзывы почитаете. На сайтах разных. Выберите то что вам подходит. И уже будете знать. А почему люди которые к шейху хотят пойти. Чтоб он им руки почитал. Или изгнал джинов из них. Они точно так же не идут выяснить отзывы. Встречают первого попавшегося. О ты джинов изгоняешь да? Идем мне почитаешь ладно. Зачем так то? Серьезно. У вас же когда в теле что то болит. Вы к первому встречному не идете же? Ну правда. Вот есть же разные сайты. С рейтингами. Отзывы о разных кафешках. Вот нам нужен такой же сайт, где будут отзывы о шейхах, которые джинов изгоняют. Чтобы там тоже. Рейтинги были. Оценки. Отзывы. А то ведь... Шарлатанов много. Недоучек. Им деньги ваши нужны. Потом слушаешь всякие истории и думаешь, как же народ глупо поступает. Помню, женщина одна говорит мне, шейх. Я вот к одному шейху ходила, который джинов изгонять умеет. Он меня продиагностировал и говорит мне, у вас внутри 996 джинов. Девятьсот девяносто шеесть. Мммм. Но он вспотеет их изгонять. Если у тебя реально столько их внутри. Дальше еще интереснее. Она говорит, шейх, а ведь он из меня изгнал 993 джинов. Всего-навсего-то трое осталось. Да, говорю, ммм. Нет, серьезно, я не выдумываю это. Реально было. Он что, прям смотрел, как они друг за другом выходят из нее? И считал, да? Три. Четыре. 993 вышло. Дальше больше. На следующий день, говорит, я к нему прихожу. А он мне и говорит, мол, все те 993 обратно вернулись в тебя. Я говорю, чего? Вы что, серьезно? И она к нему возвращалась снова и снова на прием. И каждый раз платила деньги. И он просто за ее счет набивал карман. Вот еще один живой пример. Парень из Ганны вроде. Шейх говорит, у меня проблема была. Ну, я и пошел к человеку одному. Он мне говорит, дай 500 фунтов. Я дал 500 фунтов. Я говорю, и что ты будешь делать с 500 фунтов? Я, говорит, возьму 500 фунтов. И принесу в жертву белую корову. Рыжую корову. И черную корову. И после этого, говорит, выздоровеешь. И, в общем, это, шейх, проблема-то не ушла. Я такой думаю, ну ты даешь. Так он у него еще 500 фунтов попросил. Мол, еще надо жертву принести. То есть он просто тебя доит. Ты сам как корова для него. Дойная корова. И он тебя выдаивает. Какую жертву он там собрался приносить? Он карманы набивает за твой счет. Как ты проверишь, что он принес жертву? А у этих ребят же в загашнике крутые истории, за счет которых они продают вам себя. У этих изгонятелей джинов. Я изгнал такого-то джина. Вылечил вот этого человека. Кто-то сделал. Я вам скажу одно. Не ведитесь на это. Почему? Вот смотрите, здесь в зале молодежь сидит. Мужского пола. Но, понятно же, всякое бывает. Дерутся. И когда победил кого-то в драке, конечно, будешь так ярко рассказывать. Типа, видел, как я его? Ну, я ему, короче, справа. Он на меня прыгает. Я влево ухожу. И как? Приземлил я его. Пустярь похромает. Вот так он расскажет. А как его ушатали, он рассказывать не будет. Домой придет с фингалом. Ему скажут, это кто это тебе так? Он скажет, да, упал. Подскользнулся. То есть, короче, ты подскользнулся и ударился аккурат вот тут. При этом черепно-мозговой нет. Сотрясения нет. Остальное все целое. Мы такие тупые, по-твоему. Вот так бывает. О провалах они не расскажут. Помню, видел одного. Изгонятеля джинов. У него в загашнике было 33 истории об изгнании джинов. И он их так смачно рассказывал. Мы с отцом, когда это слушали, все эти истории, думали, Субханаллах, да он просто мастер. Черный пояс по изгнанию джинов. Думали, вот это да. И в итоге с этим парнем что случилось? Читали руки одному пациенту. Меня позвали. Это в Лондоне было. Несколько лет назад. Меня позвали, но я сам руки не читаю. Мне иной раз говорят, шейх, почитайте мне руки. Я этим не занимаюсь. Это работа для специалистов. Я знаю тех, кто этим занимается, и тех, кто меня просит, отправляю к ним. Но себе или детям своим могу, конечно, почитать. Жене тоже, конечно, могу почитать. Но остальных я отправляю к специалистам, которые предметно этим занимаются. Ну вот. Меня-то зачем позвали, кстати, на тот случай? Чтобы я был... Переводчиком. Джин говорил по-английски, а изгонятель джинов по-индийски. И вот я, значит, между ними переводчиком был. Достаточно странненький денек выдался. Ну и как вышло? Рано утром мы начали эту сессию. Приходим, наступает момент, когда джин проявляется в человеке. И вот джин нам говорит. Это первое, что он сказал. В общем, он ругнулся. Матом нас. А мне ж переводить надо. А этот изгонятель джинов же не понял, что он сказал. Мне такой, ну, что он сказал? Что он сказал? Я говорю, матом обложил. Тот такой, ага, вот так он, значит, да? Вот так он, да? Ну, сейчас я ему покажу. Сейчас он у меня попляшет. Есть аяты, которые джинов как огнем обжигают. Когда джин слышит такие аяты, ему становится очень больно. Но вы послушайте, что потом было. С этим изгонятелем джинов. Ночью, что с ним произошло. Но об этом я расскажу чуть позже. В общем, мы читали руки этому человеку. Часа, наверное, два. После этого сидим, едим с этим изгонятелем джинов. И он рассказывает историю за историей. Как он джинов гонял. Слушаешь, думаешь, да, боец. Может. После полудня еще пару часов почитали. И был такой момент, когда изгонятель джинов пошел тахарат взять. И я остался один на один с человеком, который был одержан джином. И джин сказал мне, я в нем не один. Нас тут несколько. Я говорю, и сколько вас? Трое нас, говорит. Я говорю, ну ладно. Это правда, я это не выдумываю. В итоге тот изгонятель джинов взял тахарат, возвращается. Продолжает читать. На сегодня закончили, договорились на следующий день встретиться. Снова читать. И на следующий день, рано утром, я готов выходить. И тут отец пациента звонит, говорит. Тут это, говорит, ЧП произошло. Дома у нас. И до изгонятеля джинов не могу дозвониться никак, который вчера был. Пропал. Я говорю, как так? Ну так, говорит, трубку не берет. И он мне рассказывает, что ночью его сын, тот пациент, взял нож. И этим ножом в своей спальне изрезал обои на стенах. Разбил окно голыми руками. В итоге пришлось его закрыть. Пришлось его закрыть в его комнате. Но потому что мало ли чего от него ожидать. Неадекватный человек с ножом. Ночью капитально с ума сходил. Я говорю, ну надо как-то дозвониться до того изгонятеля джинов. До того самого с 33 историями. Пытаемся дозвониться, но никак. В итоге ближе к обеду я вышел на того, кто его знает. Я говорю, где он? Человек мне говорит, он не сможет продолжать. Я говорю, почему? Он говорит, прошлой ночью. Три джина напали на него. Он в постели лежит. Весь синий-черный. Но просто практически живого места не осталось. С головы до пят. Больше ста синяков на его теле насчитали. Никакой. С постели не встает. И следующие несколько дней он на счетах лежал. Вот так бывает. Рассказывают о боевых похождениях. А потом вот так вот. Люди самые крутые истории рассказывают. О неудачах они промолчат. Он не будет тебе рассказывать, дескать, ну я пытался вот этого джина изгнать, но он слишком сильный для меня оказался. Так что не получилось. Конечно, к нему обращаться не будут, если такие истории он будет рассказывать. Помню еще один изгонятель джинов. Ну, по крайней мере, он себя таковым считал. На самом деле не особо понимал, что делает. И вот, значит, читает он одному джину Коран, а тот поправляет его ошибки чтения. Это сура, говорит, не так читается, а вот так. Ну и что это такое? Коран не умеет читать правильно. Берется джинов изгонять. Еще случай помню, женщина одна была одержимая. И изгонятель джинов пришел. Новоиспеченный. Из Индии, из Бангладеша. Только что приехал. С корабля на бал. До этого они разных шейхов приглашали, чтобы они руки почитали. Но не помогало. Они новенькому позвонили. А тот в таком энтузиазме, типа, сейчас я ему покажу. Сейчас все будет, я готов, я умею. В итоге весь такой самоуверенный заходит и начинает той женщине читать. Женщина тоже индианка. Читает, а толку никакого. Так мало того, она еще и говорит. Вот увидишь, выйду я или нет, все запасы истратишь. Вот есть неквалифицированные люди. Или квалификация есть, но джин слишком высокого уровня. Он мало того, что не выйдет, еще и поиздеваться может, посмеяться. И парень этот читал часа два. Два! В итоге выходит и говорит хозяин, уж каких я только джиннов не повидал, а такого вижу впервые. Вот смотрите, дело ведь не только в чтении. Даже если человек правильно читает Коран без ошибок на арабском, важна сама личность человека. Какой образ жизни он ведет? Чем больше человек соблюдает ислам, чем более он праведный, тем сильнее эффект. Если вы очень праведный человек, он чуть начнет читать, а уже эффект проявляется. Человек духовно сильным становится, когда соблюдает ислам. Чем больше соблюдает, тем сильнее. Духовная сила также зависит от того, сколько Корана вы прочитываете ежедневно, на арабском. Чем больше, тем сильнее вы. Братья и сестры, ставьте лайки, комментарии оставляйте, подписывайтесь и на колокольчик нажмите, чтобы новые ролики не пропустить. Каких только случаев не бывает. Вот люди ходят от одного шейха к другому, вот приходите вы к человеку, он вам называет цену, говорит, вот за такую сумму я изгоню этого джина, или дату называет, к такому-то числу я его изгоню. В итоге обговоренная дата проходит, а дело-то с места не сдвигается, и он переносит дату, требует больше денег, вот знаете, как отличить искреннего изгонятеля джинов от неискреннего? Вот как отличить хорошего строителя от плохого? Ну, по опыту, понятно, еще какие варианты. Я подскажу один способ, как отличить. У хорошего строителя заказы наперед расписаны. Занят постоянно. Он может принять ваш заказ и договориться, что приступит только через 4 месяца, потому что у него постоянно заказы, прямо сейчас он взяться не сможет. Вот это признак хорошего строителя. Его ценят. У него заказывают. На него есть спрос. А плохой строитель особо не занят. Придет, посмотрит так небрежно. Скажет, ну так-то в принципе можно починить. Давайте попробую. 50 фунтов заплатите и попробую. Вот такой подход уже не очень. Человек спросом не пользуется. Он ищет работу. У него нет репутации. Если он хороший специалист, че ж у него заказов так мало? То же самое. Хороший специалист всегда занят. Много отзывов о нем хороших. Рекомендуют его. Еще один признак хорошего специалиста по изгнанию джинов в том, что он не будет просить баснословную сумму. К таким не ходите. Вот история одна была. Нет силы и мощи, кроме как у Аллаха. В моем районе, в Лондоне это было. Парень один пришел в больницу. Около обеда в воскресенье приходит. Из уха у него течет кровь. Приходит отец, смотрит на него и такой, надо бы позвонить шейху. Имеется в виду местный шейх, который занимается паранормальными вопросами. Причем мутный, просто мошенник. Но к нему ходят. Я не говорю, что все такие шейхи мошенники. Но этот был шарлатаном. И вот он ему звонит, тот приходит, смотрит на мальчика и говорит «Эх, в нем джинн». Я его изгоню. А паренек-то прекрасно знает, что нет в нем никакого джина. Хотите знать, откуда он это знал? Да потому, что он дяде своему. Сказал по секрету. Я в футбол играл, говорит. Ухо пробили. А целитель тот зарядил цену. Знаете сколько? Тысячу двести фунтов за изгнание джина, которого он уже диагностировал в парне. А тот мульчуган с дядей был в хороших отношениях. Ну и рассказал ему, как есть. Говорит ему «Меня папа убьет, если узнает правду». Отец говорил в футбол не играть. Ну там типа руку, ногу сломаешь. А он втихаря пошел играть в футбол. И кто-то из команды зарядил ему мечом прямо в ухо. Барабанная перепонка лопнула и потекла кровь. И значит вот этот целитель говорит «В нем джинн». Понимаете, да? Сплошь и рядом такое бывает, что шарлатаны выдумывают чё-нибудь, чтобы деньги из вас выудить. Если даже проблемы нет, он её создаст, чтоб потом решить за твои деньги. Полно шарлатанов. Но есть и искренние, конечно, их меньше. Но вот как их распознать? Ну, первое определить, искренние или нет. Это, как я уже сказал, он не будет просить баснословную сумму. Он либо попросит очень маленькую сумму, или вообще будет работать бесплатно. Денег не попросит. Таким людям от себя давайте достойную плату. Даже если они не просят. Им тоже жить надо. А шарлатаны будут заряжать баснословную сумму и делать так, чтоб ты снова и снова приходил к ним. Это один момент. Ещё один момент. Искренние шейхи будут много читать Коран. Работа их будет строиться на этом. Я понимаю, разные методы бывают в этой области. Но, пожалуйста, используйте здравый смысл, когда речь идёт о методах, которые они собираются использовать. Например, какой-то шейх говорит вам. Вот, значит, возьмите вот это и с этим идите на кладбище. Ночью надо пойти. И положите это в такую-то могилу. Вы с ума сошли? Вы чё, всерьёз думаете, что если вы ночью пойдёте на кладбище и положите на могилу клочок бумаги, на котором даже не знаете, что написано, положите записку на могилу. И вам это поможет? Вы в своём уме? Вы думаете, из этого может получиться что-то хорошее? Разные методы бывают у специалистов этого профиля. Но здравомыслие не теряйте. Вы спросите, к кому же тогда ходить в таких случаях? Ходите к тем, о ком больше положительных отзывов. Потому что такие люди прошли уже через много разных случаев. Но есть ли о них много положительных отзывов? Вообще, как можно самостоятельно определить, что с человеком происходит что-то паранормальное? Что это не психическое заболевание? Я вам расскажу некоторые признаки. Может, человек уже был у врача, а может, ещё не был. Но есть определённые признаки. Например, человек начинает себя неадекватно вести, когда при нём читается Коран. Или читается Азан при нём. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, что когда произносится Азан, призыв на намаз, шайтаны, дурные джинны, убегают подальше. Вот так и можно проверить. Читайте Азан и смотрите на реакцию человека. Второй момент. Чтение Корана. Вам, неквалифицированным людям, я не говорю, становиться героями, изгонятелями джинов. Но можно просто почитать Коран и посмотреть реакцию. Если внутри человека джин, реакция будет. Рано или поздно. Ещё знаете, как можно хорошо проверить? В присутствии человека почитайте Коран тихонько, чтобы он даже не знал, что вы Коран читаете. Почему имеет смысл сделать это именно скрыто? Ну потому что человек по той или иной причине может начать симулировать, делать вид, что в нём джин, и что якобы это он реагирует на чтение Корана. Иной раз у психических заболеваний те же самые проявления, как и у человека, в которого вселился джин. Я же говорю, дело не всегда в джинах. Иногда проблемы с психикой. Множество различных проблем с психикой существуют. И вы не знаете, что конкретно у человека. Хороший шейх, хороший изгонятель джинов, прямо скажет вам, если он не может справиться с данным конкретным случаем. Это признак искреннего шейха. А когда человек за всё подряд берётся, это уже сомнение вызывает. Ну потому что объективно существуют такие случаи, когда ты не можешь справиться. Ещё какой момент. Изгонятель джинов, если он хороший специалист, не дотрагивается до тела. Особенно до женского, если сам изгонятель джинов мужчина. На каком основании ты трогаешь чужую женщину? Эта женщина, она тебе доверилась, или её родственники тебе её доверили, а ты приходишь и лапаешь её. Вот такой ты, значит, шейх, да? Специалист по лапанию. К таким не ходите. Вообще, очень осторожны будьте. Вы позволяете постороннему человеку делать какие-то манипуляции с вашим сознанием. Может, у вас после этого галлюцинации начнутся, хотя до этого у вас их не было. Также один из признаков того, что в человеке, возможно, джинн, в том, что во время Магриба, когда солнце садится, джинн начинает как-то проявляться. Почему? Потому что пророк Мухаммад, салаллаху алейхи васалям, сказал нам, что в это время, во время заката солнца, во время Магриба, выходят джинны. И если речь идет о случае, когда вселился джинн, или когда порчу навели, джинн сильнее проявляется. Может быть такое, что увидишь какую-то темную тень, движущуюся, или что-то типа того. Иногда кто-то из окружающих может это увидеть. Иногда животные могут реагировать странно на человека, в котором есть джинн. Иногда бывает такое. Домашние животные очень странно начинают себя вести в присутствии такого человека. Опять же, это только признаки. Точный диагноз может поставить только специалист. Определить, одержим человек или нет. Если джинн есть, как его выгнать? Как я уже говорил, самое сильное средство, это когда вы сами читаете Коран. На арабском, правильно. Еще нужно, чтобы тело было чистым. На теле и одежде не должно быть нечистот. Чтобы не запачкаться, в туалет нужно ходить сидя, как по большому, так и по маленькому. Я про мужчин говорю. Поймите, это важно. Бывает вот на джума. В пятницу приходишь в мечеть, идешь в туалет и видишь, что там очень грязно, потому что некоторые мусульмане, которые приходят в мечеть, ходят в туалет, стоя. И если у тебя остается моча на теле или одежде, ты тем самым облегчаешь шайтанам доступ к своей душе. Сестры, по поводу месячных. Как только у вас месячные закончились, вымойтесь как следует. Настолько хорошо, насколько это возможно, чтобы не осталось вообще ничего. Для чего это нужно делать? Помимо обычной бытовой чистоплотности, понимаете, шайтаны, дьяволы, любят вот это грязное. Перед тем, как в туалет зайти, пророк нас учил, что читать? С именем Аллаха, о Аллах, я прибегаю к твоей защите от дурных джинов мужского пола и от дурных джинов женского пола, от шайтанов, от дьяволов. Хубуси валь хабаис. Такая вот у них природа, такая у них сущность. Они любят нечистоты. Поэтому, если на твоем теле или одежде нечистоты, ты становишься мишенью для них. Ну и, конечно, очень важно, соблюдайте ислам. Выполнение минимальных обязанностей, которые Аллах на нас возложил, и оставление больших грехов, и от маленьких тоже. Если каждый день соблюдаете, проблем не будет. Но даже если так получится по воле Аллаха, что проблемы с джиннами будут, справиться будет проще. Смотрите, в основе нам с вами беспокоиться не о чем. В большинстве домов таких вещей не происходит. Я уже говорил, что у некоторых азиатов навязчивая идея, чуть что, сразу начинают думать на джиннов. В большинстве случаев проблемы какие-то не связаны с порчей. Причина может быть чисто психологическая или физическая. Когда ко мне приходят с такими проблемами, я просто людям задаю несколько дежурных вопросов. Может быть, у человека кризис среднего возраста. Лет в 35, допустим, наступает у людей определенное состояние, переосмысление прошлого, мысли о будущем и так далее. Штормит человека немного. В том числе и в семейной жизни. Это естественно. Некоторые из вас улыбаются, я вам жизнь спасаю. Это естественно. Почему? Потому что, когда поженились только что, думаете только друг о друге. Есть только ты и она, и все. Утром просыпаешься и думаешь только о ней, занят только ею. И все. Потом появляется ребенок. Теперь она уже не может уделять тебе столько же внимания, как и раньше. И на этой почве могут возникнуть некоторые размолвки. Внимания не хватает. Но они все равно любят друг друга. Ну, просто теперь появился маленький ребеночек. Появляется второй. Тогда забот больше становится. Люди меньше друг с другом времени проводят. Тут надо укреплять отношения, гулять побольше друг с другом, как-то отдыхать от детей тоже. Иначе друг от друга отдаляетесь. Жена говорит, например, ты больше меня не любишь? И когда вот такое происходит, не надо все валить на джинов. Не спешите с выводами. Не думайте, что порчу навели. Посмотрите, что у вас под носом происходит. Зачастую вы сами виноваты. Вот еще одно, о чем я хочу вам рассказать, это дурной глаз или сглаз. В английском языке в словосочетании, означающем сглаз, присутствует слово evil, то есть дурной. В арабском это просто называется аль-аин. Аль-аин это значит глаз. На языке урду говорится назар. Это все одно и то же. То есть в арабском и индийском в словосочетании нет слова дурной. Почему? Я заостряю на этом внимание. Потому что дурной глаз может исходить не только от злого человека. Не надо думать, что сглазить может только злой человек. Человек может сглазить без дурных намерений. Он не желает зла тебе, твоему ребенку. Сглазить могут даже близкие, которые любят тебя. Сглазить могут даже ваши родители. Любящие бабушки, дедушки тоже могут сглазить. Супруг или супруга может. И такое бывает. Близкий друг может сглазить. Причем я говорю, безо всяких злых намерений. Бывает такое. Вот, например, мой старший сын. Лет 10-12 назад. Бывало, ехал в гости к бабушке, дедушке, а по возвращению начинал заикаться. Вообще у него проблем с речью не было. Но вот именно когда от бабушки и дедушки возвращался, то вдруг начинал заикаться. Если бы я был импульсивным, я бы сказал этим бабушке и дедушке, так, ну все. Сын мой больше к вам в гости не приедет. Злые вы. Вон, посмотрите, сглазили. И на этом отношения с родственниками прекратились бы. Но у них же не было намерения сглазить. Просто они его очень сильно любят. И как получается, иной раз, когда люди чем-то сильно восхищаются и при этом не говорят маша Аллах, причем осмысленно, понимая, что они произносят. Маша Аллах, то есть, так пожелал Аллах. Или надо сказать, да благословит тебя Аллах. Если так не сказать, можешь сглазить. И я как сделал? Есть такой способ. Ученые о нем сказали. По личному опыту. Этого нет в хадисах. Просто некоторые ученые увидели, что это работает. Бывает, что человек читает какие-то аяты Корана и видит, что Аллах им помогает через это. Ну и человек может с другим поделиться. Мол, знаешь, у меня вот то-то, то-то было. Я читал эти аяты Корана и Аллах помог мне через это. Попробуй и ты тоже. Может, и тебе Аллах поможет. Ну так вот, ученые от сглаза советуют читать два последних аята суры Аль-Калам. Суры Письменная Трость. 68-я сура. Эти аяты я читал 41 раз. Потом дул на сына или дул на воду и давал ему выпить. И, альхамду лиллях, он прекратил заикаться. Потом он снова ехал в гости к бабушке и дедушке. Через пару недель возвращается, снова заикается. Я опять читал 41 раз два последних аята суры Аль-Калам. И это помогало. Когда он до определенного возраста дорос, у него это полностью прошло. Вот еще момент. Когда я дома ремонт делал, было это лет 9 назад. Классно же выглядит, когда у тебя пол новенький, деревянный пол, стены покрашены, где-то дизайнерские элементы. И все такое прямо аж сверкает. В итоге люди приходят и начинают восхищаться. И, наверное, уж нет у них злых намерений при этом. Типа Нет, такие тоже есть. В душе обзавидовались, хотя виду не подают. Но не обязательно в человеке должна быть зависть. Но человек может сглазить, сам того не зная. И потом в доме что-то не ладится. Здесь что-то сломалось, там что-то не то, тут что-то не работает. И я читаю эти аяты, дую на воду, разбрызгиваю ее по дому и становится нормально. Ну, а там до следующих гостей. Люди приходят, восхищаются, в итоге сглаз. И это происходит, пока твой дом немножечко не поистаскается. Пока чуток не потускнеет вот эта его сияющая новизна. Тогда это прекращается. Помню однажды, как получилось. Банка у нас упала. Когда буфет кто-то открывал, рукой задел, в итоге банка падает на пол и от удара трескается плитка на полу. И я такой думаю, отлично. Вот и хорошо. Жена говорит, поменять бы? Я говорю, нет. Че, говорит, не будешь менять? Нет, говорю. Говорю, наоборот, хорошо. Она такая, что хорошего-то? Я говорю, ну потому что теперь, когда люди придут к нам в гости, будут восхищаться, потом посмотрят под ноги. А, плитка вот разбита. Поменять бы вам. Отлично! Когда человек видит какой-то изъян, это нарушает его восхищение. А люди-то как делают? Субханаллах. Фоткают все, выкладывают в соцсетях. Уж и не поесть теперь, без того, чтобы еду не сфоткать. Ну как, есть сел? Сфоткаться надо с едой-то. А потом выложить в инстаграм. Зачем вы это делаете? Садишься ты, значит, поесть, и начинаешь фоткаться с едой. И такой радуешься, ой, какая фотка-то классная получилась. Сейчас мы ее выложим. А перед этим еще фильтр на фотку накладывают. Чтоб еда выглядела вкуснее, чем она есть в реальности. И чтоб лицо твое было красивее, чем в реальности. Но серьезно, вот сравниваешь лицо человека с его фоткой на аватарке. Так это ж не ты. Там ретушь кожи просто в мыло. После этой авторетуши никаких пор на лице не видно. И человек, получается, выставляет уже не свое фото, а фото, подвергшееся обработке авторетушью. И выглядит так, будто лицо прям, ну, идеальное. Смотришь и такой думаешь, ну, прям помолодел. Никогда не судите о внешности человека по таким вот фоткам обработанным. Если кто-то сватается с такими фотками, будьте на стороже. Реальное лицо может сильно отличаться. Увидите его. И скажете, да это вообще близко не он. Ну и это насчет еды-то. Вот ее фоткают, значит. А потом что-то, опа, живот болит. И что вы думаете? Этого не может быть из-за сглаза? Еще как может. А что, неудивительно? Представляешь, сколько людей посмотрят. Большие шансы сглазить. Если б я свою еду фоткал, то выкладывал бы только через двое суток. Пускай она сначала переварится и выйдет. Чтоб ее не сглазили, пока она во мне. Пускай ее сглазят, когда она будет уже переработанная в канализации. Чтобы в тот момент, когда ее сглазят, ее не было ни во мне, ни у меня дома. Люди все подряд выкладывают. Детей, семейные фото. То и дело выкладывают. Дети маленькие фоткают себя, выкладывают в Инстаграме, на Фейсбуке выкладывают. Мол, пускай весь мир посмотрит, как мы живем. И, кстати, если посмотреть на них, на этих фотках, они там всегда улыбаются. А если в жизни человека знаешь, смотришь и думаешь, в жизни ты так не улыбаешься. В интернете все хотят выглядеть идеальными, счастливыми. Смотришь и думаешь, да если б ты в жизни столько улыбался, у тебя б, наверное, уже мышцы лица свело. Потому что в жизни столько не улыбаются. Никто столько не улыбается. И в итоге люди на это смотрят, восхищаются и получается сглаз. И у тебя в жизни что-то не ладится потом. Детей сглазить могут. Зачем тебе это? Фотки скидывают только близким членам семьи. Не надо показывать свою жизнь всему миру. Свой дом, свою машину, свои какие-то вещи. Люди женятся и хотят, чтобы весь мир видел, как у них свадьба прошла, фотки во всех подробностях. Но это же фальшивка. Фальшивка. Ведь на ней сейчас макияж. А что такое макияж? Это маска. Давайте называть вещи своими именами. Если вы дома используете макияж между намазами, то это классно, конечно, выглядеть красиво. Для своего мужа. Но по факту макияж это маска. И по фотке с макияжем. Судить о внешности женщины нельзя. Если ты сватаешься к кому-то, смотришь фотки невесты, а она, к примеру, с макияжем на фотке, то, глядя на нее, знай, ты видишь не то, что есть на самом деле. Конечно, с помощью макияжа можно добиться идеальной картинки. Грамотный макияж преображает, ого-го, как. Тщательно подобрать цвета, чтобы они подходили друг к другу. Это вот как примерно то же самое, как в случае с авторетушью в телефоне, когда люди фильтры на фотки накладывают. Идеально выглядит. И помимо того, что ты создаешь ложные впечатления о себе, тебя могут сглазить. И у тебя в жизни будут какие-то проблемы. А ты даже не будешь знать, откуда они. Так что смотрите. Делать нужно вот что. Говорите «МАЩА Аллах», так пожелал Аллах. Скажите «МАЩА Аллах». В суре Кев, суре Пещера, 18 сур, Аллах говорит «МАЩА Аллах, ЛЯ КУВАТА ИЛЛАБЛЛАХ». Так пожелал Аллах, нет мощи, кроме, как у Аллаха. Говорите «МАЩА Аллах, ЛЯ КУВАТА ИЛЛАБЛЛАХ». или говорите «БАРАКЕЛЛАХУФИГ». «БАРАКЕЛЛАХУФИГ», Что означает «благословит тебя Аллах». Говорите это осмысленно, чтобы не сглазить. Если вы так говорите, тогда вы не сглазите. Передается в хадисе, что посланник Аллаха это сказал. Так что, когда домой придете и посмотрите на жену, скажите «Ма-ша-Аллах». Так пожелал Аллах. Ма-ша-Аллах. Жена-удивица скажет, что это с тобой? Ты раньше не говорил мне «Ма-ша-Аллах», а ты ей скажи. Я сегодня на лекции был. Шейх сказал, надо посмотреть на жену и сказать «Ма-ша-Аллах». Потому что она такая красивая. Она скажет «Это про что такая лекция была?» А ты скажи «Про дьяволов». Издеваться не надо, конечно, над женой. Но в общем. Вот все эти случаи, о которых я вам рассказывал. Будь то о джинах, будь то о порче, о колдовстве, истории о сглазе. Ото всего этого помогает профилактика в виде чтения Корана. Первое, о чем я вам говорил. Не бойтесь джинов. Второе, почаще говорите бессмилля. Когда заходите домой, когда выходите из дома. Третье, очень важное. Читайте Коран на арабском, правильно. Перевод тоже, конечно. Чтение Корана – это самое сильное. Чтение Корана на арабском отгоняет дьяволов. Если с вами что-то не так, проверьтесь у врача. Помните, может быть всякое. Не нужно это отрицать. Да, проблемы могут быть из-за джинов. Из-за сглаза, порчи. Но причина может быть чисто физическая, или психологическая, психическая. Вы этого не знаете. Поэтому идите к специалисту, ко врачу. Это перво-наперво. Чтобы исключить эти варианты. Вот лично мое мнение. Две трети случаев с какими-то симптомами связаны со здоровьем. А не с джинами. Не со сглазом и не с порчей. И ко всему этому я еще хочу вот что добавить. Да, я говорю проверяться у врачей. Но в то же самое время я кое-что хочу добавить. Здесь у нас, в Англии, врачи, терапевты, порабощены, не побоюсь этого слова, порабощены фармацевтическими компаниями. Они им не позволяют давать какие-то рецепты, кроме тех, которые говорят им давать фармацевтические компании. Они говорят этим терапевтам, какие конкретно прописывать лекарства из их ассортимента. И иной раз, как бывает, я должен об этом сказать. Это очень важно. Правда важно. Многие, многие случаи депрессии, стресса, лишь только еще сильнее усугубляются, когда человек принимает лекарства, которые ему прописали. Я должен это сказать. Меня могут за это спросить, я отвечу. Почему я это говорю? Из-за побочных эффектов. Фармацевтические фабрики в Британии чисты. Смотрите, я понимаю. Действительно, бывают случаи, когда нужно принимать эти лекарства. Я не говорю вам отказаться от лекарств. Я только говорю, выслушайте альтернативное мнение. Я вас не отговариваю ходить ко врачам. Ходите, но альтернативное мнение по вашей симптоматике тоже полезно будет выяснить. У других врачей сходите к частному врачу. Ну да, заплатите вы ему какую-то сумму 300-400 фунтов, но вы услышите альтернативное мнение. И эта информация вам может очень сильно помочь. Вы можете даже полететь. Я серьезно, я вас сейчас не разыгрываю. Можете полететь в Индию, и уровень медицинского обслуживания, который вы там получите, иншалла, будет лучше, чем здесь. Я тут родственницу встретил на днях. Ей зубы лечить надо было. В этой стране ей зарядили цену в 2000 фунтов. Она полетела в Бангладеш. В Силхет. Да-да, Бангладеш уже не тот. И там ей зубы вылечили. Всего-навсего за две сотни. У людей в других странах порой такая же квалификация. Те же инструменты, а то и лучше. Так что я вас не отговариваю ко врачам ходить. В общем, если у вас депрессия, пожалуйста, выслушивайте альтернативное мнение. Мало ли, может еще что сделать можно. Может травы какие попить. Безо всяких побочек. Медицине тысячи лет. Много всего накоплено было за это время. Китайская медицина, основанная на травах. Да всякие виды лекарств существуют. Не обязательно вам пить все то, что вам прописывают врачи. В Индии, в Пакистане, в Бангладеше есть знающие люди, лечащие травами. Натуральное лечение. Это может помочь. Я не говорю, что это самый лучший вариант обязательно. Во всех случаях. Надо индивидуально смотреть. Но помочь это может. Просите Аллаха благословить пророка Мухаммада, салаллаху алейхи вассалям. Аллахумма салли аля Мухаммадин ва аля али Мухаммад. Это одно из лучших лекарств от депрессии. После чтения Корана. Вообще о депрессии постарайтесь ее распознать на ранних стадиях и пресечь. Зачастую, откуда она берется. Люди сидят в своей квартирке, весь день дома, особо не двигаются. Выходят редко, воздуха свежего мало. То есть чисто физиологические факторы начинают здесь работать. И психологические тоже. В одних и тех же четырех стенах сидишь, свет белый только в окно видишь. Тем более если тебе 40-50, ты начинаешь себя накручивать, думаешь, думаешь о проблемах, зацикливаешься на них. Может с детьми что-то не так, семейная жизнь не ладится. Ты себя накручиваешь, накручиваешь, наедине с самим собой. С семьей никуда не выходишь, людей толком не видишь. Не посмеяться, не расслабиться особо. Просто сидишь и думаешь, думаешь, думаешь о проблемах, конечно же. И в итоге что? Депрессия. Если в вашей семье есть человек, который такую жизнь ведет, выдергивайте его из этой среды. Почаще сидите с ним, разговаривайте. Выдергивайте из дома куда-нибудь. Даже просто посмеяться, это уже разрядка. К родне сходить куда-нибудь, в гости сходить. Пускай подольше в гостях побудет. Скажите его родственникам, чтобы они с ним побольше общались. Чтоб в люди выходил, пускай двигается, упражняется на свежем воздухе, гуляет, с людьми встречается, разговаривает с ними. Нужно выдергивать человека из замкнутого круга. Вот даже посмеяться, это очень хорошее лекарство от депрессии. А чем больше человек в такой среде находится, где он не смеется, с людьми не общается, тем больше проблем. Вообще проблем много же всяких. У сына с женой проблемы, или у дочери с мужем. Поддержите таких родителей. Скажите, все нормально будет, иншаллах. Поднимайте им дух. Все эти вещи помогут. Тем, кто вот-вот погрузится в депрессию, помогут в нее не погрузиться. Это достаточно простые вещи. Я понимаю, есть запущенные случаи, когда уже лекарства принимать нужно. Но будьте осторожны, внимательно читайте список побочных эффектов. И пусть больной сам решит, пить или нет. Но врачи в целом знают какое-то альтернативное лечение для вашей проблемы, но они вам его не скажут. Они вам будут предписывать то, что диктуют им фармацевтические компании. Так что займитесь, пожалуйста. Выясните самостоятельно, какие существуют альтернативные методы лечения. Теперь давайте проведем вопросы-ответы. Я оставляю за собой право на некоторые вопросы не отвечать. Разные причины могут быть, по которым я могу посчитать нужным не отвечать на какой-то конкретный вопрос. Поднимайте руки и спрашивайте. На те темы, о которых сегодня говорили. И братья и сестры спрашивайте, можно ли на пациента воздействовать физически? Экзорцист, имеете в виду, может ли физически изгонять джина? А, все понял, хороший вопрос. Смотрите. Может ли человек, который изгоняет джина из одержимого, бить человека или шлепать его, чтобы изгнать джина, который в него вселился? На самом деле, опытный экзорцист даже не прикоснется к пациенту. И при этом сможет изгнать джина. Да, сестры, пожалуйста, задавайте. Да? Амулеты, да? Но об этом часто спрашивают. Прежде всего, вы должны понимать, что в этом вопросе ученые разногласят. Единого мнения среди них нет. Действительно, есть хадисы, в которых передается, что посланник Аллаха сказал, что амулеты это многобожие. Почему посланник Аллаха так сказал? Потому что амулеты в его время, они действительно были проявлением многобожия. На амулетах писали языческие вещи. Писали имена богов, в которых верили в Мекке. Теперь вопрос. А вообще, какие-нибудь амулеты мы можем использовать? Дозволено это по исламу? Аллах дозволяет это? Здесь ученые разделились. Например, в комментариях к сборнику Бухари, имама Хаджра Аскаляни, говорится, для того, чтобы амулет был дозволенным, он должен соответствовать нескольким условиям. Есть хадисы, но не от самого пророка, а от его учеников, сподвижников. Приводится в сборнике мусн от имама Ахмада, что сподвижники пророка Мухаммада, салаллаху алейхи у салям, бывало писали что-то на листке и давали человеку, чтобы он приложил его к руке. И сообщения об этом переданы по хорошей цепочке. Они не дарив, не слабые. Но так вот вопрос. Следует так же делать или нет? Имам Ибн Хаджр Аскаляни, да помилует его Аллах, пишет, что, во-первых, то, что написано на амулете, должно быть либо из Корана, или что-то такое, в отношении чего можно с уверенностью сказать, что это основано на словах посланника Аллаха. Там не должно быть написано ничего языческого, что можно трактовать как многобожие, вообще что-либо противоречащее исламу. Написанное там должно быть понятно любому, кто это прочтет. И имам пишет, самое важное, и, кстати, я думаю, большинство людей на этом подскальзываются, в плане амулетов. Он пишет, человек, который носит этот амулет, должен на 100% верить, что только Аллах может его исцелить. А амулет сам по себе никакой силой не обладает, даже если там аят и Корана. Амулет тебе не поможет. Это вот как лекарство. Ты таблетки пьешь, и веришь, что только Всевышний Аллах поможет тебе посредством этих таблеток, если пожелает. А люди-то в итоге как делают? Амулеты надевают? Пускай даже там написано что-то благое. И думают, ой, я забыл амулет надеть, теперь со мной вот то-то, то-то будет. Лично мой совет вам такой, не нужны вам амулеты. Дело ваше, конечно, носить-то вы их можете, если они соответствуют этим условиям, которые я перечислил. Но самое сильное средство, которое вам доступно, это ваше собственное чтение Корана. Чем больше ты читаешь Коран, тем под большей защитой ты будешь. Случаи разные бывают, конечно. Вот иной раз ты читаешь, и джин активизируется, пытается напугать тебя, но это почему происходит? Он просто хочет, чтобы ты перестал читать Коран. Это на самом деле единичные случаи, но просто я и о них тоже говорю вам, чтобы вы правильно понимали происходящее. Просто продолжайте читать. Это же книга Аллаха, Слово Божий. Коран зло принести не может. Читайте, читайте регулярно. И все нормализуется, иншаллах. Еще момент, я уже говорил вам, подмывайтесь после туалета, чтобы на теле и одежде не было нечистот. Это тоже поможет от джинов. Читайте побольше Корана, причем погромче, если у вас какие-то панические атаки, и со временем увидите, что становится лучше и лучше. Самое лучшее, это ваше собственное чтение Корана. Лучшего придумать невозможно. Вот некоторые люди не соблюдают ислам, не читают намаз, не подмываются после туалета, Коран не читают. И потом у них проблемы с джинами. Это вот знаете, можно с чем сравнить? К примеру, человек в футболке вышел на холод, подхватил воспаление легких, и теперь он отказывается лечиться. Понимаете, да? Если ты за физическим телом не следишь, ты заболеешь. И за духовным телом, если не следишь, тоже заболеешь. Недугами духовного свойства. И там и там нужна и профилактика, и лечение. Вопросы есть какие-нибудь у вас? Задавайте, пожалуйста, братья и сестры. Да, слушаю. Ага, очень хороший вопрос. Довольно часто его задают на самом деле. Итак, можно ли использовать другого джина, чтобы изгнать джина из человека? Ну, здесь как? Вот передается в хадисе, что посланник Аллаха, салаллаху алейхи у салям, как-то раз поймал джина и привязал его к одной из колонн в мечети. До фаджра, получается, он его поймал до рассвета. И если бы он его не отвязал, то у сподвижников пророка, салаллаху алейхи у салям, была бы реальная возможность увидеть джина воочию. Но до наступления фаджра, до наступления рассвета, пророк освободил его. Ведь он знал, что в свое время пророк Сулейман, мир ему, попросил Аллаха. Господи, даруй мне такую власть, которой не будет больше ни у кого. И посланник Аллаха, салаллаху алейхи у салям, видимо, пометуя о том, что пророк Сулейман, мир ему, управлял джиннами, отпустил того джина. И альхамду лилях, к лучшему, наверное, уж. А то, может, и по сей день мусульмане джинов бы ловили, по примеру пророка. Но то есть, о чем хочу сказать? Посланник Аллаха, салаллаху алейхи у салям, сказал, что если бы не дуа Сулеймана, если пророк Сулейман в свое время у Аллаха не попросил то, что попросил, это дуа в Коране, кстати, люди бы увидели, как выглядит джинн. Теперь смотрите, хадис этот использовать как подтверждение того, что можно ловить джинов, некорректно. Вот знаете, я вам что скажу? Аллах джиннам не позволил пересекать преграду между нашими мирами. Мы не суемся в их мир, они не суются в наш. Это, конечно, как правило. И не должно быть такого, что кто-то какими-то методами проникает в мир джинов, ловит там кого-то из них, чтобы поработить его. Да, существуют такие методы. Это возможно. И люди ищут эти методы. Но я вам вот что скажу. Это очень опасно. Либо вас просто парализует, либо вы лишитесь рассудка, либо лишитесь жизни. Предупреждаю, очень опасно пытаться поймать джина. И люди, которые ловят джинов и используют их в своих целях, заставляют их что-то делать, поступают неправильно. Ведь ты поработил свободное существо. Вот вопрос брата в чем был? Можно ли использовать джина для того, чтобы из одержимого изгнать джина? Некоторые экзорцисты, которые джинов изгоняют, входят в контакт с джином. Бывает, что он джину объясняет ислам. Или если джин уже верующий, то он призывает его к тому, чтобы соблюдать ислам в полной мере. И может быть такое, что джин пойдет навстречу экзорцисту и может сам вызваться вразумить других джинов. Это одно дело. Например, вот у вас в Манчестере на улицах молодежь непутевым чем-то занимается. И, к примеру, брат какой-то вызвался, чтобы пойти объяснить им, донести до них, что они неправильно живут. Понимаете аналогию, да? Наркотиками, может, кто-то торгует на улицах. То есть человек сам захотел, сказал, я хочу помочь. Например, сильный человек добровольно вызвался помочь в ситуации, когда слабого бьют. То есть это добровольно, это нормально абсолютно. Принуждения никакого. Сам захотел, сам пошел. И вот то же самое. Некоторым экзорцистам, тех, кто джинов изгоняет из задержимых, некоторые джины могут добровольно на помощь прийти. Каким-то образом помочь, используя свои возможности. Если это вот так, то это нормально абсолютно. Это не порабощение, не эксплуатация. Он может попросить какого-то джина помочь ему в чем-то. Если тот сам этого хочет. Так, у сестры вопрос был, пожалуйста. Очень хороший вопрос, спасибо большое, сестра. Как читать руки на самого себя? Руки — это как бы исламское заклинание. Посланник Аллаха, салаллаху алейхи васалям, читал руки на самого себя. В качестве руки он использовал суры Корана. «Куль ауллуби роббил фалат», «Куль ауллуби роббин нас». Потом дул на руки, протирал тело. Причем он делал это регулярно. А в конце его жизни это за него делала его жена Аиша. Когда у него тело уже не двигалось, тогда она сама дула на его же руки и протирала ими его тело. Так что, чтобы читать руки на самого себя, подскажу вот что. Три последние суры Корана. Сура Аль-Ихляс, Сура Аль-Фаляк и Сура Аль-Нас. Читайте три раза после фаджр намаза и после Магриба. Еще читайте Аят Аль-Курси. Можно просто читать. Или ты можешь сначала прочитать, а потом подуть на руки. Вот так. И потом провести по телу. По всему телу, докуда только дотянутся руки. Можно еще некоторые вещи добавить, которым пророк учил. Самое лучшее это из Корана и хадисов. Некоторые ученые сделали сборник текстов специально, чтобы люди читали это для защиты от джинов и для защиты от порчи. Брошюрка эта есть в интернете. Называется она Манзиль. М-А-Н-З-И-Л Манзиль. Наберите в гугле Манзиль PDF и гугл выдаст вам документ. Там 33 аята Корана на арабском. Номера аятов указаны, так что можете почитать и на удобном вам языке. Читайте эти аяты после фаджра, читайте после Магриба, дуйте на руки и проводите ими по телу. Это очень хорошая защита от порчи, от джинов и так далее. В хадисах до нас дошли и другие вещи, которые читал посланник Аллаха салаллаху алейхи у салям для общей защиты. Например, это есть в книге Хиснуль Муслим «Крепость мусульманина». В интернете тоже она есть. Разные дуа есть там. Некоторые из них пророк утром читал, некоторые вечером. Там написано, когда читать. Также, если хотите почитать на себя что-то для защиты, есть суры определенные в Коране. Например, сура «Ясин». Можете ее просто читать. Можете читать, потом дуть на руки и протирать тело, как я уже говорил. Дело ваше, это уже на ваше усмотрение, на ваш выбор. И так, и так нормально. Через эту суру Аллах дает защиту. И других подобных моментов в Коране много. Вот, например, сура «Исра» «Ночной перенос». Двадцать первая сура Корана. Ее тоже используют, чтобы читать руки на человека. Особенно последние аяты. Еще читают суру «Хэшру». Пятьдесят девятая сура. Много разных суров и аятов используют, чтобы руки читать. Некоторые читают суру «Аль-Джинн». Читают суру «Аль-Кафирун». Про суры «Ихляс», «Фалак», «Ан-Нас» я уже говорил. Читайте их. Можно много раз подряд читать. Также аят «Аль-Курси». Аллах очень сильную защиту дает через него. Читайте его. Чем больше, тем лучше. Для общей защиты. Пророк Мухаммад еще такую дуат читал. «Бисмилляхи лави ла ядурру ма асмихи шейун фи л арди вала фи ссама ва хва ссами'у л алим». Три раза утром, три раза вечером. Тоже для общей защиты. Переводится «С именем Аллаха, с именем которого ничто не навредит. Ни на земле, ни на небе. И он слышащий, знающий». Можно читать аят из суры «Покаяния». «Хасби Аллаху ла иллаха 7 раз утром, 7 раз вечером» Пророк читал. Аллах от многого защитит через это. Переводится «Достаточно мне Аллаха. Нет никого достойного поклонения, кроме Него. Я уповаю только на Него, ибо Он Господь Великого Трона». В интернете все это найдете? Да, спрашивайте. Смотрите, есть некоторые ученые, которые не верят в одержимость джиннами. У них есть право на это мнение. Но от сподвижников пророка Мухаммада салаллаху алейхи у салям передается, что одержимость джиннами существует. Хотите верьте, хотите нет. Просто знайте, что беспокоиться не о чем. А если вы испытываете какие-то проблемы с джиннами, то я вам уже сказал, что делать. Иншаллах это поможет. Да, сестра, спрашивайте. Насчет того, что читать на ночь для защиты от джинов. Читайте то, о чем я уже говорил. Перед сном возьмите тахарат. Когда суры читаете, дуйте на руки и протирайте тело. И все у вас будет нормально. Да, брат, спрашивайте. Насчет внешности джинов. Я видел однажды джина. Как-то раз по мечети я шел в темноте ночью. Хотел джина увидеть. Надеялся, что однажды увижу. И вот как-то ночью увидел. Звуки слышал, шаги в коридоре, двери открывались, закрывались. И однажды я вышел из своей комнаты и увидел джина в зале, где обычно читали коллективные намазы. Я увидел, как джин читает намаз. Ноги его были вот такой высоты. Высокий он был очень. Он был светящимся, зеленоватым оттенком. И он читал намаз, находясь при этом в воздухе. Я отвел взгляд и посмотрел снова, но его уже не было. Как я понял, это было из-за того, что он не хотел, чтобы я его видел. Многие из них могут принимать облик человека и даже вести себя, как этот человек. Помню, случай был в Дьюсбери. В медресе мы тогда учились. И вот студент один из Канады хочет на нижний этаж спуститься и видит, как другой студент преградил путь, расставив руки. Ноги тоже расставил, не пускал никого на нижний этаж. У него спрашивают, мол, ты чего? Дай пройти. А он стоял с грозным взглядом. Все такие, да че с ним? А того Шамсуд звали. И потом такие, погодите, Шамсуд домой же уехал. Да-да, точно, в пятницу он домой уехал. Вот бывает такое, Джин принимает облик человека. Вообще, говорят, что Джины не такие привлекательные, как люди. То есть, у них в мире Джинов эта внешность нормальная, а по нашим меркам не очень привлекательная. Поэтому Джин может даже в человека влюбиться. Я серьезно, может такое быть? Может взять в жены девушку Джина, второй женой, а первый даже не узнает, Джины же невидимые. Хотя отношения с Джинами, конечно опасны. Потому что, говорят, по накалу страсти Джины превосходят людей раз эдак в десять. Так что, жарковато придется. Давайте какой-нибудь последний вопрос послушаем от сестры. Ага, если ребенок говорит, что он что-то видит. Тут разное может быть. Может он ужастик посмотрел, и потом ему что-то мерещится. Или он напуган, и на этом фоне мерещится ему что-то. Но бывает так, что дети реально видят что-то. Это могут быть как плохие Джины, так и хорошие. Если это что-то плохое, нужно читать руки, как я сегодня вам в лекции рассказывал. Может иногда Джин показать себя ребенку. Это может быть как дружественный Джин, так и шайтан, который хочет навредить. Если Джин вреда никакого не приносит, но при этом пугает ребенка, то читайте руки. Пускай родители читают руки и дуют на ребенка. Читайте то, что я сказал. Иншалла поможет. Братья, сестры, лайки ставьте, подписывайтесь, комментарии пишите и на колокольчик нажмите, чтобы новые ролики не пропустить. Можно ли на пациента воздействовать физически? Экзорцист, имеете в виду, может ли физически изгонять Джина? А, все понял, хороший вопрос. Смотрите. Может ли человек, который изгоняет Джина из одержимого, бить человека или шлепать его, чтобы изгнать Джина, который в него вселился? На самом деле, опытный экзорцист даже не прикоснется к пациенту и при этом сможет изгнать Джина. Да, сестры, пожалуйста, задавайте. Да? Амулеты, да? Но об этом часто спрашивают. Прежде всего, вы должны понимать, что в этом вопросе ученые разногласят. Единого мнения среди них нет. Действительно, есть хадисы, в которых передается, что посланник Аллаха сказал, что амулеты это многобожие. Почему посланник Аллаха так сказал? Потому что амулеты в его время они действительно были проявлением многобожия. На амулетах писали языческие вещи, писали имена богов, в которых верили в Мекке. Теперь вопрос, а вообще какие-нибудь амулеты мы можем использовать? Дозволено это по исламу? Аллах дозволяет это? Здесь ученые разделились. Например, в комментариях к сборнику Бухари имама Хаджра Аскаляни говорится, для того, чтобы амулет был дозволенным, он должен соответствовать нескольким условиям. Есть хадисы, но не от самого пророка, а от его учеников, сподвижников. Приводится в сборнике мусна от имама Ахмада, что сподвижники пророка Мухаммада салаллаху алейхи или что-то такое, в отношении чего можно с уверенностью сказать, что это основано на словах посланника Аллаха. Там не должно быть написано ничего языческого, что можно трактовать как многобожие, вообще что-либо противоречащее исламу. Написанное там должно быть понятно любому, кто это прочтет. И имам пишет, самое важное, и кстати, я думаю, большинство людей на этом подскальзываются, в плане амулетов. Он пишет, человек, который носит этот амулет, должен на 100% верить, что только Аллах может его исцелить. А амулет сам по себе никакой силой не обладает, даже если там аят и Корана. Амулет тебе не поможет. Это вот как лекарство, ты таблетки пьешь и веришь, что только Всевышний Аллах поможет тебе посредством этих таблеток, если пожелает. А люди-то в итоге как делают? Амулеты надевают, пускай даже там написано что-то благое, и думают, ой, я забыл амулет надеть, теперь со мной вот то-то, то-то будет. Лично мой совет вам такой, не нужны вам амулеты. Дело ваше, конечно, носить-то вы их можете, если они соответствуют этим условиям, которые я перечислил. Но самое сильное средство, которое вам доступно, это ваше собственное чтение Корана. Братья и сестры, ставьте лайки, комментарии оставляйте, подписывайтесь, и на колокольчик нажмите, чтобы новые ролики не пропустить. Невидимый мир, джинны, невидимый мир, вопросы-ответы. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракетух. Прежде чем мы начнем тему, тему о невидимом мире, как раз тут скоро ночь Хэллоуина. Думаю, вы знаете, о чем пойдет речь. Мы поговорим о наших друзьях, которые приходят в мечеть, хоть мы их и не видим. Надеюсь, вы знаете это. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Когда мы даем этот салям, он для всех мужчин и женщин слева и справа, и для джиннов тоже. Машаллах. Это истина. Об этом можно прочитать в книгах по исламскому праву. Прежде чем мы начнем, я бы хотел сказать, если в зале есть дети, если маленькие в зале присутствуют, или люди со слабым сердцем. Может быть, сердце у кого-то слабое. Может быть, кому-то тревожно слушать про джинов. То, пожалуйста, идите домой и поспите. Я уже так делал. Делал я уже так. Иной раз дети в зале. Лет где-то. Да даже не важен возраст. Все они знают об этом. Все знают это. И когда им говоришь, не испугаетесь? Не, говорят, нет. А на следующий день мама письмо пишет в школу. Говорит, мой ребенок напуган, заснуть не может вовремя. Вот помню одну семью, я говорил о джинах. Вся семья присутствовала. Социальное мероприятие было. О джинах я говорил при детях. И там были очень молодые подростки. И когда они дослушали, там был один член семьи, который в туалет один не хотел идти. Серьезно говорю. Маму просил постоять за дверью туалета. И покашливал. Мол, я в порядке там. Замертво не упал. Так что, пожалуйста, если кто-то есть, я серьезно говорю. А то потом меня не вините, если вдруг что. Жалобы в мечеть не отправляйте. Что вот, мол, мероприятие было, и шейх людей напугал. Вот помню однажды один человек, который будил семью на фаджер. А когда услышал некоторые рассказанные мной истории о джинах, не будил после этого. Ждал, пока другие разбудят на фаджер. Надеюсь, что будет не джин. Ну, в общем. Мир невидимого. О невидимом мире мы знаем только из Корана и Сунны. Ни один человек не может увидеть невидимый мир, кроме через Коран и Сунну. Аллах, причист он Всевышний, очень милосерден к нам, и Он сказал нам, что происходит в скрытом мире. Первое, и самое важное в невидимом мире, это сам Аллах, причист он Всевышний. Это величайшая вера, которая у нас есть. И это превыше всего остального в невидимом мире. И в видимом тоже. Это очень важное вступление перед лекцией. А то некоторые люди начинают думать о некоторых невидимых существах. И из-за того, что их вера в причистого Всевышнего Аллаха слаба, вера в эти невидимые сущности становятся превыше. Вот здесь происходит большой сбой, большая проблема начинается. По нашей вере абсолютно Аллах Кадирь, что означает, что Он всемогущ. По нашей вере Аллах Галиб, то есть Он доминирует над всем остальным. По нашей вере Аллах Мумид и Аллах Мухи, то есть Аллах умерщвляет и Аллах дает жизнь. Согласно нашей вере Аллах дарует силу другим делать что-то. У всех, кроме Аллаха, силы есть только с дозволения Аллаха. Они действуют только по могуществу Аллаха. И ни у кого, ни у кого нет никакой силы. Никто не получает силу, кроме как помощи Аллаха. Вот некоторые христиане или представители других религий верят вот так. Особенно христиане некоторые что у зла и добра равные силы или почти равные. И зло с добром сражаются. И они верят, что в итоге добро побеждает. Но они верят, что у зла есть довольно большая сила. Мы не верим в это. Мы верим, что зло это творение Бога. Это то, что создал Бог. это полностью на 100% под властью Аллаха. Никакое зло, никакой джинн, иблиз, порча, черная магия, что угодно в этом мире, не может оказать никакого эффекта, кроме как с дозволения Аллаха. Это ясно из Суры Бакара, где Аллах говорит о сихре, о порче. Посмотрите в начало Суры Бакара и найдете место, где говорится о Сулеймане алейхиссалам. И найдете, где Пречисто Аллах говорит, целый эпизод там есть, рассказывающий о магии в этом мире. Аллах говорит, Это вторая Сура аят 102 аят 102 там говорится они никому не могли причинить вред через магию порчу без соизволения Аллаха. Что означает, что если Аллах позволяет этим вещам происходить, они происходят, а не то, что Аллах доволен, что это происходит. Это вот смотрите. В пример у меня есть дозволение Аллаха на то, чтобы двинуться. Аллах мне позволяет, я могу двигаться, но если бы соизволения Аллаха не было, моя рука не двинулась бы, было бы неподвижной. То же самое. Как физика работает в этом мире? Точно так же это происходит. Берешь мяч и спускаешь с холма, он катится, но если Аллах захочет, он остановится, не покатится. Что дозволение сжечь? Но Аллах может забрать свое дозволение. Когда Ибрагим был в огне, Аллах забрал свое дозволение, забрал его. И огонь не сжигал Ибрагима, алейхиссалям, не сжигал. Нож режет. Острый нож режет каждый раз. Но когда нож был приставлен к глотке Исмаиля, алейхиссалям, он перестал резать, ведь не было дозволения Аллаха. Аллах не дал ножу разрешения резать. Поэтому дозволение Аллаха нужно всем его творениям, чтобы творения могли продолжать делать то, что хотят делать. И никто не может выйти из-под воли Аллаха, если Аллах хочет, чтобы порча сработала. Каждая порча, каждая черная магия будет продолжать работать в обычном режиме. Кроме как если вмешается Аллах, отменит дозволение или создаст что-то, что помешает, то эффекта не будет. Так вот, главное во что мы верим, это то, что Аллах стоит за всем. И ничто, абсолютно ничто, не может Аллаха одолеть. Вообще никак. И мы должны очень твердо придерживаться веры в это. Ведь главная причина множества проблем, которые у людей бывают, будь то с джиннами, с порчей и так далее. самая главная проблема не в чем-то там, а в убеждении, в вере самих людей, вера их слаба. И здесь также влияет еще такой момент, как воля человека, сила воли человека. Моя собственная сила воли играет роль в том, как я противостою невидимому миру. Аллах и его пророк салаллаху алейхи сказали в хадисе Куци из сборника Аль-Бухари. В Сахихе Бухари это есть. Я буду для своего раба таким, как он обо мне думает. Так сказал Всевышний Аллах. Я буду для своего раба таким, каким он меня считает. Очень интересный хадис. Ведь Аллах говорит о том, что мы предполагаем о нем. Как мы считаем, Аллах может к нам отнестись. Если во мне хватает силы воли, и если я думаю, если я уверен в том, что с дозволения Аллаха ничто мне не повредит, то мне ничто не повредит. Ведь я положился на Аллаха, и я верю, что Аллах отнесется ко мне таким образом, что когда я пойду в такое-то место, мне ничто не повредит. И тогда мне ничто не повредит. Но если я буду думать относительно Аллаха, типа, блин, не знаю, может что случится, может мне что повредит, может что случится, может быть Аллах поможет мне, а может не поможет, может защитит, может нет. Если вы так думаете, то так оно и будет. Сила воли человека, и особенно его уверенность в Аллахе. Мы знаем, что Аллах не слаб. Аллах Аль-Кауи, Он сильный, Он абсолютно всемогущий. И никто не может одолеть Его. Это Он одолевает всех. В Нем нет слабости. Однако, вера мужчины или женщины может быть слабой. Слабость в чем? Слабость не в Аллахе. Слабость в человеке. Так же и Коран. Люди читают исламские заклинания, Коран, для защиты. Аят Аль-Курси читают. Мы об этом поговорим, иншаллах, в сегодняшней лекции. Слабость никоим образом не содержится в Коране. Такого нет, но люди сомневаются. Субханаллах, даже сомневаются. Говорят, вот во времена сподвижников, пророка Мухаммада, в их времена да будет доволен ими Аллах. Они, согласно хадису Бухари, было такое, что 30 сподвижников мимо деревни шли, и человек там был, которого змея укусила. У них спросили, есть кто-нибудь, кто заклинание может прочитать? От укуса змеи. И сахаб спросил, если мы поможем вам, что вы нам дадите? И в итоге они сошлись на платье в 30 овец, вроде бы. В итоге один из сахабов подошел к этому человеку больному и просто читал суру Фатиха. У него не было какой-то книги с заклинаниями. Никакого волшебства. Просто Фатиха. И дул на него. На ногу этого человека. И из-за этого действие яда было нейтрализовано. Человек полностью выздоровел только от чтения Фатихи. В то время это сработало. А сегодня вы видели кого-нибудь, кто пришел бы к пациенту с укусом змеи, просто прочитал бы суру Фатиха, подул на него, теперь будет лучше, и парень такой закричит. Почему? В Коране дело? Вопрос не в Коране. А в том, кто его читает. И я говорю вам, есть люди в мире, говорю вам, есть люди в мире, которые просто читая Фатиху, исцеляют. Точнее, это не они сами исцеляют, они просто являются причиной. А исцеление дает Всевышний Аллах. Просто через чтение Фатихи. И сегодня в этом мире есть такие люди, они живы, но их очень мало. Большинство нуждается в куда большем, чем чтении Фатихи, чтобы пришло исцеление. В любом случае, не мы исцеление даем, это Аллах дает, Он в Коране это сказал. Но я, говоря вам это, что хочу донести, что Коран ни в коем случае не ослаб в плане силы, с тех пор, как был неспослан. Он обладает точно такой же силой. Но когда читают Коран с целью исцеления, когда вы читаете Коран, дуете на кого-то, когда человек поражен чем-то, сила Корана зависит от сущности того человека, который читает Коран. Смотря кто читает, смотря сколько добрых дел он совершает, и сколько грешит, от чистоты сердца зависит. Чем чище его сердце, чем глубже он верит в Коран и Сумну, чем более большие и добрые дела этот человек совершает посредством органов тела, языка, глаз, чем больше глаза этого человека остерегаются запретного, от грехов, от взглядов на запретные, чем больше слух от запретного оберегает, чем больше язык удерживает от сплетен, лжи, тем сильнее будет эффект от чтения, когда он будет читать. И чтобы привести пример, я расскажу вам такой случай. Было такое, что один человек, он это рассказал мне лично. Я и с отцом его общался. Он тоже это подтвердил. Я вам тут байки не травлю. Ведь знаете, как бывает с такими историями? Можешь рассказать историю сегодня, и завтра вот говорю вам, это может мировой новостью стать. Говорю вам, можете маленькую историю рассказать. Можете сказать, я в Тахаратную заходил, и увидел, как что-то пошевелилось. Рассказал это кому-то, да? И дальше начинается глухой телефон. Следующий передает, вот знаешь, он в Тахаратной был, и увидел, как что-то пронеслось прямо перед ним. Он тень увидел. Вот так. Следующий скажет, он видел, как кто-то зашел в Тахаратную в мечети, и увидел, как тень пронеслась прямо перед ним. История все улучшается, по мере того, как один передает другому. Что самое лучшее можно сделать вот с этим? Просто пойти и поговорить с самим человеком о том, как было на самом деле. Я постараюсь рассказать вам некоторые случаи, что сам видел, или слышал напрямую от участника. Вот один из них. Это был человек, который попал в типичную ситуацию. Подростковый возраст, индийский дом, лет 17 ему было, отца не слушает, делает, что хочет. Отцу надоело. Говорит, какой ты невоспитанный. В Бангладеше женующий. И говорит ему, поехали на выходные. Обычная ситуация. Поехали на выходные, и отец у него паспорт забрал. И вот сын ищет паспорт, а папа говорит, лучше тебе жениться, или паспорта не увидишь. Он папе в лицо смотрит и говорит, нет жены, нет паспорта. Нет жены, нет паспорта, сынок. Окей, окей, невест посмотрим. Он же ведь как хотел сделать-то? Просто перехитрить своего отца. Отец приводит хорошую невесту, наготовили кучу всего, блюда там всякие разные, приодели его, он сидит, невесту посмотреть пришел, блюда там стоят наготовленные, он говорит, ага, ну че там, где она? Вот она. Не, не пойдет такая. Не, не, не то. Отец думает, что такое? Отец новую привел, следующая невеста. И в процессе всего этого, как я понял, случилось вот что. Отец сказал какому-то бедному крестьянину, просто в шутку, мол, было бы хорошо моего сына на твоей дочери женить. Пошутил просто. И у крестьянина, так как он крестьянин, в глазах замелькали доллары или фунты. Лондон! И он что сделал? Он серьезно был настроен? Уже серьезно предлагать начал? Отец говорит, да нет, нет, я пошутил просто. А этот человек, чтобы сделать того парня своим зятем, он на что пошел? Он сделал какое-то заклинание. Порчу. Через индуса, может, какого-то наколдовал. И вот, это усложнилось еще и тем, что, как я понял, другого человека к этой порче подключили. Плохо дело. И этот человек как себя вел? Приступы сумасшествия, ломал вещи, иногда адекватным становился, иногда отключался. Все в таком духе. Такое переживал человек. И в плане женщин, как было? Как он сказал? То есть это подтвердил и сам человек, и его отец, что он посмотрел где-то 57 невест. Но ни на одной не женился, потому что это порча. Она заставляет его думать в одном направлении. И столько люди пытались обезвредить эту порчу. Колдовство это. Многие люди пытались. И никак не получалось. Разные люди пытались, используя разные способы. Пока в итоге они не пошли к одному шейху из города Силет. Его нет в живых. Он был в медресе под названием Ренга. В городе Силет. И вот, значит, там был шейх. Они пришли к нему. Шейх сказал, пусть твой сын подойдет. Он подвел своего сына. Шейх посмотрел на него и сказал, ладно, принесите воды. И тогда шейх взял стакан воды, прочитал Суру Фатиха, подул и сказал, дайте сыну выпить. Сын выпил. И на следующей же невесте, которую увидел, женился. И так же парень вылечился от приступов безумия, когда он буянил, ломал вещи и так далее. Он вылечился от этого. Этот шейх просто прочитал один раз Фатиху. И смотрите, опять же, что я этим случаем хотел вам показать. Дело здесь. Не в Коране. В Коране слабости нет. Коран со временем не обесценился. Вообще. Я верю в Коран на 100%. В Аллахе на 100%. На 100% в Пророка, салаллаху алейхи вассалям. Все это истина на 100%. В этом всем никакого сомнения нет. Не хватать чего-то может только во мне. Во мне может быть нехватка нескольких вещей. Одна из них сила воли. Еще одна это непосредственно вера. Вера во что-то. Она такая, что чем сильнее ваш разум верит, тем большего результата вы достигнете. В плане веры. Когда люди верят во что-то, это происходит. Опять же, слова Аллаха, я буду для раба таким, каким он меня считает. И когда какой-то человек верит, что Аллах ему что-то даст, Аллах ему даст. Есть достоверный хадис от муслима. Некоторые рабы Аллаха, когда говорят, клянусь Аллахом, это случится. Аллах говорит, я дам им это. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи и саллим сказал, то есть людям таким не будет ничего за эту клятву. Аллах просто исполнит их клятву. Если они скажут, клянусь Аллахом, случится так-то, Аллах так и сделает. Вот такие вот есть люди, которых Всевышний Аллах одаряет. Одаряет вот таким. И это из-за веры. Чем сильнее она, тем лучше. И другой момент. Сердце. У некоторых оно просто слабое. Слабые они в этом плане, а есть другие, которые действительно отважны. И что я хочу вам сказать насчет невидимого мира, джинов, порчи, черной магии и так далее. Вот люди, которые прежде остальных находятся в группе риска, у которых больше всего шансов быть пораженным этим. Люди со слабым сердцем, еще слабовольные люди, со слабой убежденностью. Помимо них, это те, которые слабо соблюдают религию. Вот кто-то не соблюдает религию. Не соблюдает человек религию. Далек он от религии. Такие люди могут быть поражены этими вещами. Есть такой риск. Но больше всего из тех людей, которые не соблюдают ислам, это нечистоплотные люди. Это важно. Это важный аспект. Это нечистоплотные люди. Например, после близости с женой или у поселок с чужой женщиной, с которой запрещено спать. Так вот, в состоянии джанаба, когда требуется ритуальное омовение, помыть все тело, как следует. Они этого не делают. И вот эти люди спрашивают, говорят, ко мне приходит шайтан. Шайтан приходит ко мне. А ведь у шайтана нет причин держаться от них подальше. Если в это время читать Коран, это не подействует. Женщины в месячной в нечистом состоянии. И здесь дело даже не в самих по себе месячных. Если женщина регулярно читала намаз до месячных, и по их завершению снова возвращалась к намазу, если она носит хиджаб, соблюдающий женщину, то не важно. Но не соблюдающая женщина, когда у нее месячные, находятся в уязвимом состоянии. Она не защищена. Не то, что сразу на нее нападут. Пожалуйста, не поймите неправильно. Но я говорю, что она слабая. В ней слабость. И чем слабее ты становишься, тем сильнее на тебя могут повлиять. И тем вероятнее ты можешь подвергнуться нападению. В плане нечистоплотности, нечистот, это ходить с длинными ногтями, когда под ногтями много грязи, когда человек не сбривает волосы на теле, там где нужно, в паху и в подмышках, когда человек их не состригает более 40 дней, он уже уязвимее. Также это люди, которые не подмываются, а ведь мусульмане должны подмываться. То есть человек проявляет слабость. Я не говорю, кто-то на него нападет, но это как иммунитет. Когда наступают холода, многие из вас, как я вижу, кардиганы надели толстые, согреться. Если только вы не горячий человек, вот есть же люди такие, жарко им. Я вот тут как раз на днях видел одного, мы замерзаем, а парень, белокожий парень, у него незакрытое тело. На нем были надеты брюки, но все тело незакрыто. 11 градусов. Он на велосипеде, и вот он едет, и ему нормально. Аллах и таких создал. Не чувствуют они холода. Есть мерзляки, быстро они дрогнут. То же самое с миром невидимого, но и всякими там существами оттуда. Твоя слабость их ключ к твоей душе. Слабость веры и так далее. О чем я сказал? Это иммунная система. У всех нас она есть. Так вот, чтобы укрепить свой иммунитет в физическом плане, в духовном ведь то же самое. Если вы простудились, то значит вам надо укрепить вашу иммунную систему. Обычно, если хорошо питаетесь и отдыхаете, иммунитет будет силен. Но если вы этого не делаете, не питаетесь как следует. Если вы не высыпаетесь, иммунитет будет слаб. И вы выходите легко одетыми. В итоге вас продувает, и тогда вы подхватываете грипп или простужаетесь. Но это не конец света. Простудились и простудились, но что дальше? Если вы молодые, то вы просто пропотели, да и все. Вот уже и выздоровели. Можно особо не париться. Если постарше, ну, таблеточки какие попьете, микстурки, снадобья, протестамол, то-се. Несколько деньков попьете, все это отпустит. Но если у вас слабое здоровье, слабое тело у вас, или вы старые, то может быть такое, что придется поваляться пару недель в постели. Три недели. Из-за обычной простуды, из-за гриппа. Так просто не отделайтесь. Трудновато придется. Почему так? Здесь все дело в противостоянии двух сил. Болезни и иммунитета. Так же и вы, и я. Есть мы, а есть существа из невидимого мира, которых создал Аллах. Во-первых, здесь нет такого, что не надо думать так, мол, о боже, у меня ногти длинны. Отрезать. То есть не надо быть манительным, надо благоразумие сохранять. Но что я хочу сказать вам, это противостояние двух сил, двух разных сил. Если ваша иммунная система сильная и вас немного продуло, если холод был не сильный, то ничего особо не будет. А если иммунитет слабый и при этом вас продуло сильно, тогда заболеете. У вас может быть сильный иммунитет, но вы можете заразиться чем-нибудь сильным. Это не холод. Это может быть какая-то серьезная болезнь. Туберкулез. Вот если, например, у вас очень сильная иммунная система, но у вас туберкулез, он повредит вам, все равно повредит. И вам уже придется сильное лечение проводить, чтобы избавиться от этого. Также братья, больничный режим, таблетки, целый год, чтобы избавиться от этого. Взгляните на серьезность туберкулеза. Это ведь не мелочь, это серьезное заболевание. От него умереть можно. И вы должны понимать, что в мире джинов, порчи и так далее есть сил разных визовых категорий. Слабые джины, сильные джины, слабая черная магия, сильная черная магия. Слабые вещи есть и сильные вещи. Зависит от того, что с вами входит в контакт. правило первое. Суть его вот в чем. Джины или кого бы не создал Аллах в мире джинов, не должны пересекать барьер и проникать в наш мир. Аллах запретил им это делать. И это в Коране. Там говорится, что Аллах будет упрекать их. Аллах будет упрекать джинов в день воскресения. Тех из них, которые пересекали этот барьер. Они не должны были его пересекать. Это в шестой суре, аят 128. Там найдете. Аллах говорит «О соннище джинов, вы ввели в заблуждение многих людей». Это лишь одно из мест в Коране. Еще в 23 джузе, где Аллах говорит о вмешательстве джинов в жизнь людей. Это в суре Ас-Софет. Они скажут «Вы приходили к нам справа». 28 аят суры Ас-Софет. В суре Бакара Аллах говорит о прикосновении шайтана. Что может делать шайтан? Он может начать влиять, оказывать воздействие на человека. и это объясняется в суре Аль-Бакара. Аят номер 275. «Я тахаббаду шайтану мин ал-Мас». Кого шайтан поверг своим прикосновениям? Шайтан может овладевать разумом человека. Правило первое. Они не должны пересекать этот барьер. Правило второе. Пречистый Всевышний Аллах создал и даровал им Коран как руководство. Мы это знаем из многих мест Корана. Аллах обращается к ним. В суре Рухман Аллах говорит «Какую же из милости вашего Господа вы считаете ложью?» И эти слова Аллах адресует двум видам существ. Двум видам творений. Первый это люди, а второй это джинны. Им Аллах говорит. То есть мы видим, что Коран джинны. Мы видим целый эпизод описывающий как джинны пришли к пророку саллаху алейхи вассалям. Так вот, если говорить о джиннах, немного поговорим о джиннах и перейдем к теме, как они пересекают эту границу, барьер между их миром и нашим. Поговорим о природе джинов. Слово джинн в арабском происходит от корня из букв джим нун что означает что-то скрытое. То есть все, у чего в корне джим нун и нун как-то связано с чем-то скрытым. Вот, к примеру, слово джанна рай. Джанна скрыт от глаз. Глаза не видели джанна в корне этого слова джим нун нун слово джу нун то есть помешательство. Когда человек невменяем, он не видит своей невменяемости. Она скрыта в его разуме. И в корне этого слова джим нун и нун эти буквы. И в словах, в корне которых есть эти буквы, есть некий элемент чего-то закрытого. Итак, Аллах неспослал много разных аятов относительно скрытого. И в одном из них, в суре Аль-Араф, в Коране, это сур под номером 7. В аяте 27 Аллах сказал, воистину он и его сородичи видят вас оттуда, где вы их не видите. И Аллах, всемогущий он и велик, установил правило, и джинны, и мы сосуществуем в этом мире, но они способны видеть и нас, и джиннов. а мы не видим их. Джинны хоть и видят нас, ангелов они не видят. Джинны не видят ангелов, ангельский мир они не видят. Ангелы были созданы из света, а джинны были созданы из огня. В нескольких аятах говорится об этом, что джинны созданы из огня, а наша сущность из глины, воды и других элементов. Мы состоим из материи, а они очень легкие. И сущность их вот в чем. Они созданы из огня, а огонь восстает. Огонь, жар возвышается. Джинны нематериальны, и они могут летать, перемещаться куда свободнее, чем мы. Вот взять такой случай. О нем говорится в суре Аннамль, где Сулейман мир ему спросил, «Кто мне принесет арш, трон царицы Белькис?» Вот здесь интересный момент. Вызвались два разных существа, два различных существа. Одним был джинн, а вторым был тот, кому было даровано знание. И о втором, о том, кому было даровано знание. Некоторые ученые в толкованиях сказали, «Это ангел Джибриль», а другие сказали, что это был еще один джинн, который сильнее первого. Если посмотреть в 27 суру, в 39 аяте, и в 40, увидите, что Аллах говорит, «Сказал ифрит из числа джинов». Ифрит, так Аллах его назвал, из джинов. «Я принесу тебе трон Белькис», и опять же, Белькис управляла миром джинов, и сама была джинном. и ифрит сказал, «Я принесу тебе ее трон, прежде чем ты встанешь со своего места. Я силен, и я заслуживаю доверия». А тот, кто обладал знанием из Писания, сказал, встал и сказал, «Я принесу его тебе в мгновение ока». И прежде чем он моргнул, увидел трон Белькис перед собой. Такая была сила. Некоторые и такое могли делать. Эту силу дал им Аллах. Некоторые из них слабее, чем другие. Одни слабее других. Некоторые имеют способность двигаться с большей скоростью, чем другие джинны. Некоторые превосходят других по силе. Об этом очень ясно. Говорится в Тафсире Корана, что некоторые из джинов обладают большей силой, чем другие. Интересно, что пророку Сулейману была дарована власть над джиннами. Он был единственным человеком, кому Аллахом была дарована власть управлять джиннами. И в Священном Коране есть аяты на эту тему. Опять же, в суре Аль-Намль Аллах говорит Сура Аль-Намль аят 17 27 Сура И собраны были к Сулейману его войны из числа джинов, из числа людей и из числа птиц. Это его особенная сила, которая была дарована ему Аллахом. Он мог влиять на существ. Сулейман Алейхиссалям повелевал джиннам делать монументы для него. А если они отказывались делать для него монументы, то он заковывал их. Также он повелевал им нырять в океан, для того, чтобы они из него вылавливали для него драгоценные камни, чтобы они приносили ему их из глубин океана. Некоторые из джинов строили для него, некоторых он держал в заперти, а некоторые, как я уже сказал, ныряли для него в океан. Об этом есть в Коране. В суре 38 сура. Аллах говорит, тогда мы подчинили ему, Сулейману, ветер, который нежно дул по его велению, куда бы он ни пожелал. Сулейман направлял ветер по своему желанию, а также дьяволов, всяких строителей и ныряльщиков. То есть Аллах говорит о том, что джинны были его каменщиками, строили для него. Они ныряли для него в океан и прочие, связанных оковами за непослушание ему. Власть была у него. И они трудились на него безустанно, просто безустанно. Ведь Аллах дал ему власть над джиннами. Он в любой момент, любому джину мог приказать что-то. А если он не идет, он мог приказать другим джиннам, чтобы они его схватили и привели к нему. Они безустали трудились на него. И вот что интересно, процитировать вам хочу. Насчет убеждений людей о джинах. В суре Саба, 34 сура Корана, аят 14. Аллах говорит, когда же мы предписали Сулейману умереть, джинны узнали об этом лишь благодаря земляному червю, который источил его посох. Джинны для него архитектурные строения сооружали, большие котлы. Аят 13. О том, что джинны делали для Сулеймана. Еще у Сулеймана был стеклянный зал. Он стоял в этом стеклянном зале, опершись на свой посох подбородком. И при этом он находился в каяме, в молитвенном стоянии. Он выстаивал своего рода молитву, намаз, поклонялся Всевышнему Аллаху. И в таком положении он и умер, стоя, оперевшись подбородком о свой посох. Таким вот образом он и стоял. И в таком положении он и умер. А джинны по-прежнему трудились вокруг, ведь они знали, что Сулейман хоть и молится, но если глаза откроет и увидит, что они не работают, закует их. Так что они без устали работали. И говорится, в Тафсире, в толковании, говорится, что он простоял так полгода, пока маленький червь не подгрыз его посох, на который Сулейман опирался. И в итоге посох упал, и за ним упал Сулейман. В Коране говорится, когда же он упал, тогда джинны уяснили, что если бы они знали сокровенное, то тогда они бы не оставались в унизительных мучениях, в которые их поместил Сулейман. Они бы не оставались в этом унизительном наказании или в этих унизительных мучениях. Ясно же видно, что джинны не знают сокровенного. А есть люди, которые пытаются ловить джинов. Человек хочет, чтобы джин, которого он поймал, разговаривал с ним, чтобы он им рассказал что-то из сокровенного. Это запрещено. Почему? Потому что джинны не знают сокровенного. Если джин рассказывает тебе что-то из сокровенного, то он тебя просто дурит. Бабушкины сказки рассказывает. И как было? Джинны с очень древних времен. Ведь здесь на земле джинны жили еще до нас. До нас жили. Когда джинны жили на этой земле, людей на земле вообще не было. Адам, алихи салям был создан после сотворения джиннов. Джинны много крови проливали. Ведь, пожалуйста, не забывайте, джинны это такой народ. Всевышний Аллах создал джиннов такими, что они во всем схожи с нами. Во всем схожи с нами. Они едят, они спят, у них дома, они разговаривают друг с другом, так же, как и мы. У них свой язык, у них есть касты, у них есть религии, они обмениваются какими-то товарами, торгуют, они соревнуются друг с другом, у них какие-то свои проблемы, они спорят друг с другом, драться могут, воевать друг с другом. И когда доходит до боя джин против джина, иной раз это бывает очень серьезно. Пока Адам не пришел на землю, часто эти бои на земле заканчивались смертью, смертями джинов. И когда к ним приходил посланник из джинов, это все в Тавсире Ибн Кассира, можете почитать там об этом, о джинах, если посмотрите в толковании Суры Бакара, где говорится об Адаме, найдете многое об этом, и в других толкованиях. Джины жили на этой земле и сеяли много несправедливости, и они убивали посланников. И Иблис в то время, а Иблис был джином, частью их мира, и он поднялся достаточно высоко, настолько, что по воле Аллаха ему открылся мир ангелов, из-за его доброй натуры, он был хорошим, он поклонялся и поклонялся Аллаху, пока не достиг степеней ангелов, высших из них, и он, будучи джином, ангелом он не был, он был джином, при этом жил среди ангелов. Есть слабый хадис, где говорится, что он на каждом небе поклонялся, поклонялся Всевышнему Аллаху, он к нему так приблизился, что он попросил Аллаха отправить его вместе с группой ангелов на землю, уничтожать джинов, убивать за их беспредел, чтобы прекратить насилие на земле. Аллах ему разрешил, и он это выполнил. Джинов осталось лишь немного в самых страшных местах мира, но Всевышний Аллах знал о его намерении, ведь Иблис делал это ради того, чтобы занять высокое положение, боссом стать, за кресло. Люди борются, чтобы кресло получить. Ребят, не слушайте меня, да? Люди за кресло борются, за кресло борются, за лидерство борются, чтобы занять высокие места, чтобы возглавить какую-то страну. Иблису это надо было, и Аллах знал его намерения, и хотел показать ему это. Аллах создал Адама и велел Иблису сделать Адаму зимой поклон. Тот отказался, он же знал значение этого поклона. Это не было поклоном поклонения. Этот поклон был символом принятия преимущества Адама над джинами и даже над ангелами. Ангелы, они высоко, но мы в каком-то смысле выше них, ведь у ангелов отсутствует способность пойти против воли Аллаха. Не могут они ослушаться Аллаха, это в их природе, всегда ослушаться Аллаха. А мы можем выбрать ослушание и предпочесть подчинение неподчинению. Это куда значимее, куда более значимое достижение, ведь у ангелов воли ослушаться нет, понимаете? Поэтому в день Арафата, это ясный хадис муслима, Аллах хвалится перед ангелами. Аллах хвалится перед своими ангелами, говоря, «О, мои ангелы, посмотрите на моих рабов в день Арафата. Приходят ко мне с бритой головой, в пыльной одежде, беззащитные, посмотрите на них, Аллах хвалится, ведь мы имеем возможность ослушаться, но мы слушаемся». Это высокая степень. То есть Иблис все это видел и не поклонился. Мы знаем из Корана о том столкновении, которое произошло тогда. И Иблис сказал, «Я буду подходить к ним спереди и сзади, справа и слева». То есть, мол, Адама и его потомство я не оставлю в покое. Утащу их за собой в ад столько, сколько смогу. Буду к ним подходить спереди, сзади, с правой стороны, с левой. И большинство из них, о Аллах, ты найдешь неблагодарными тебе. И здесь Аллах говорит ключевой момент. И это ключ к нашей защите от шайтана. «Кроме твоих искренних рабов». Иблис сказал, «Кроме тех твоих рабов, которые искренние, праведных». Если ты праведен, творишь добро, шайтан меньше будет на тебя влиять. Ведь твой иммунитет силен. На таких людей шайтан слабее влияет. Так вот, дьявол получил эту отсрочку, на протяжении которой он будет находиться на земле. Другим джинам такого не дано. Они, в отличие от него, умирают, а он умрет только в судный день. И у Иблиса есть свое потомство. У дьявола есть поэтому Аллах ясно говорит в Коране. В Суре Кахф. Сура Кахф это 15-й джуз Корана. Сура 18-я аят 50-й. Аллах говорит, неужели вы возьмете его и его потомство покровителями вместо меня, тогда как они враги вам? Неужели вы, о люди, некоторые из вас, о люди, его и его детей? Аллах говорит, его потомство, его детей, его внуков, его правнуков и так далее? У Иблиса дьявола целая раса проживала и проживает на земле. И Аллах говорит, неужели вы возьмете его и его потомство покровителями, союзниками вместо меня, тогда как они являются вам врагами? И здесь, когда Иблис пришел на землю, он разные пути ищет, чтобы увести людей в ад. И один из этих путей это то, что он нашептывает людям, влияя на них. На арабском это называется вас-васа. Об этом Аллах говорит в Коране. В суре Ан-Нас, последней суре Священного Корана, Аллах даже упоминает имя одного из видов шайтанов. Есть много видов шайтанов. И один из них упоминаемый в суре хан-Нас. Это тот, который нашептывает людям. И пророк говорил о таком, который сомнение сеет. Определенный бес, который сеет сомнение. И когда некоторые люди омовения перед намазом делают, их сомнения разбирают. А здесь помыл, снова помою. Снова моет. Потом думает, а вот этот маленький участок локтя я помыл? Помойку снова. Это просто сомнение. Если вы такого человека увидите, лучше чтоб с ним рядом кто-то был и говорил ему, слушай, помыл ты, мой уже дальше. Помыл, мой дальше и заканчивай. Это может развиться в расстройство. Если человека не вытащить, он буквально может потратить час на омовение. Да какой там час? Я вот видел запущенные случаи, когда человек до того дошел, что делал омовение снова, снова и снова. У него ванна уже выглядела как бассейн. Кругом вода была. И он подумал, да че уж там, дай-ка просто в ванну прыгну. Серьезно? Залезал в ванну и каждый раз, когда омовение брал, принимал душ. Но и в души сомнения пошли. И че дальше в океан прыгнешь? Чтоб уж наверняка. Это очень далеко зайти может. Еще бесы нашептывают, пока человек читает намаз. У него гонки начинаются. Я это прочитал или не прочитал? Надо снова прочитать. Опять же, это наущение дьявола. Если чувствуешь, что с тобой это происходит, скажи себе, все, я прочитал, читаю дальше. Прочитал я. И двигайся дальше. Или когда омовение берешь, все, я помыл. Идешь дальше. Переходишь внимания, тем больше их становится. И это может перерасти уже в расстройство. Итак, одно дело наущение. Наущение дьявола посещают наши сердца. Это случается с каждым из нас. Джинны есть в каждом человеке. Джинов боитесь? Не боитесь. Почему? Потому что джинны посещают наши тела каждый день. Каждый божий день приходят. На самом деле есть джинн, шайтан, задача которого, когда вы завязывать три узла у вас на голове. Вот прям здесь на лбу он их и завязывает. Три узла каждому человеку. Это особенно чувствуется, когда на фаджр просыпаешься. Группа шайтанов, которые трудятся, чтобы мы утренний намаз пропустили. Так что если фаджр проспал утром, то это группа джинов пришла к тебе домой и сделала свое грязное дело. Они завязывают три узла, а когда ты просыпаешься, они говорят спи, спи, ночь длинная. Это нам пророк сказал. Это передается в сборники муслима. И посланник Аллаха сказал, что они так делают, пока ты фаджр не пропустишь. А если ты встал, помянул Аллаха, произнес какой-нибудь зикр, например, хвала Аллаху, который воскресил нас после того, как умертвил нас, и к нему вернемся. Любой зик, расскажите, и один узел развяжется. Следующий узел развязывается после того, как вы взяли тахарат. Если вы омовение сделали, сразу еще один узел развязался. И ключевой момент в омовении, чтобы избавиться от влияния шайтана, это как следует промыть нос. Многие люди не исполняют эту сумму как следует. Надо промывать нос. Некоторые люди в омовении знаете, как делают? Просто три раза хлопают себе по носу водой. Это не промывание вообще-то. А кто-то воду в ладошку набирает и поливает нос. Это не промывание. Внутри же надо. Ну а некоторые люди каким образом нос промывают? Мокрый палец в нос засовывают и думают все, я промыл нос. Ну а некоторые люди вот классика жанра, на это лучше не смотреть. И происходит выплеск из носа. Осторожней, брат, а то братья иной раз как омовение берут, воду разливают, и на тех, кто рядом попадает, мне это не нравится, не расплескивай, а то некоторые братья так обильно тахарат берут. Иной раз думаешь, ты себе омовение делаешь или мне? Половина воды ты в итоге оказывается на твоей рубахе, на брюках. И когда брат исполняет вот такую вот классику жанра, вот уж тут важная сумма. Пророк сказал, поистине шайтан находится в носу. Посланник Аллаха сказал, что шайтан сидит в твоих ноздрях. Джин находится там. У тебя в носу он сидит на протяжении ночи. Ты же ведь в забвении, а не в состоянии зикра. И чтобы избавиться от влияния шайтана, нужно набрать воды, втянуть носом, втянуть носом вот досюда, и потом вышмыгнуть обе ноздри. То есть набрать воду в нос это одна сумма, а вышмыгнуть воду обратно это вторая сумма. Ее важно соблюдать в малом умовении и когда берете большое умовение. Когда обязательно вымыться. Это второе. А третьим в хадисе говорится, что когда человек прочитал два раката, развязывается последний узел на его лбу. Так вот, джин приходит и в хадисе посланник Аллаха сказал, что у каждого есть ангел и шайтан, они внутри него. Ангел посылает хорошие мысли, а шайтан внушает плохие мысли. Вот так. Шайтан заходит внутрь, но шайтан не остается, если поминаешь Аллаха. Зикр, если Аллаха поминаешь, шайтан не может оставаться. Это ясно и однозначно. Пророк сказал, это хадис от Тирмизи, когда произносится азан, ключевой момент, чтобы отогнать шайтана, или чтобы его выгнать из какого-то места, азан. Призыв на молитву, когда он звучит, шайтан чувствует себя так, будто ему хребет сломали, поэтому он убегает. Когда произносится азан, он убегает. когда читается Коран, шайтану очень трудно оставаться. Есть некоторые шайтаны, некоторые дьяволы, которые постепенно вырабатывают иммунитет к подобному, но им тяжело это дается. Жар обжигает. Их обжигает жаром, они терпят. Терпят и постепенно у них к этому вырабатывается иммунитет. Это вот как люди. Ты можешь научиться жонглировать огнем, привыкнуть касаться огня. Некоторые люди этим занимаются. То же самое и они к чему-то привыкают, но очень-очень редко. Редкий это случай, чтоб шайтан, дьявол, рядом был, когда ты читаешь азан, Коран. Среди джинов, в их поведении какое явление встречается бывает? Они могут на человека влиять на расстояние, но такое встречается не часто. Это уже серьезные случаи. И вот, когда Аллах упоминаете, все это немедленно отгоняет дьяволов. Сразу же их от вас отгоняет. Когда человек не поминает Аллаха, шайтан сразу подходит и может до того дойти, что шайтан сможет перемещаться по телу человека, как в теле циркулирует кровь. Посланник Аллаха сказал, поистине шайтан перемещается в теле сына Адама подобно крови. Хадис передал муслим. Некоторые ученые сказали, что это нужно понимать буквально. Другие ученые сказали, что это метафора. Когда такая стадия может иметь место? Когда человек в глубокой беспечности? Когда человек не поминает Всевышнего Аллаха? Или же когда внутри человека мало чего из религии? Ранее в лекции я уже говорил о двух противоборствующих силах. Две силы есть. Здесь надо понимать, что одни люди знают и соблюдают Коран больше, другие меньше. Нур, свет распространяется в человеке, когда он читает Коран. Его дух, душа крепнет, когда человек поминает Аллаха. Когда вы начинаете думать об Аллахе, произносить призыв на намаз, начинаете делать хорошие поступки, вам это придает силу. А иначе мрак распространяется в сердце, когда вы всем этим пренебрегаете. Шайтанам, дьяволам, становится легко находиться рядом. Когда тьма в сердце, я снова и снова использую слово шайтаны, а иногда говорю джинны. Джинны это в общем род, класс существ, которых мы не видим. И они, как и люди, ответственны за выбор, потому что они тоже разумные. Всевышний Аллах их тоже обязал следовать Корану и Сунне. До прихода пророка Мухаммада приходили пророки. Например, Сулейман управлял джиннами. Жили и когда наступило время нашего пророка, пророк салаллаху алейхи васалям, откровение от Аллаха получил, Коран, и это был последний момент, когда джинны легко могли подниматься на небеса. Раньше они могли подниматься в космос, в пространство со звездами, сидеть на звездах и слушать, что говорят выше первого неба. Они подслушивали разговоры ангелов. Ангелы самого нижнего неба бывало обсуждали будущее. Это происходило над звездами, над видимыми галактиками. Джинны могли туда летать и слушать. Информацию собирали. В хадисе муслимы говорится, что посланник Аллаха сказал, что правду они смешивали с 99 частями лжи. И в таком вот виде передавали это предсказателям или людям, которые ими владели. Это примерно как поступают СМИ. Как они делают? Кучу лжи с правдой смешивают и говорят. И как получилось? Наступил момент, когда джинны больше не смогли подслушивать. Огненные шары, кометы, падающие звезды швыряют в них, и это их обжигает. Это есть в суре софет. 37 сура в начале там. И в суре джинны тоже говорится о подобном. 72 сура священного Корана. И у джиннов была всемирная конференция. Они собрались и начали думать, почему же так происходит? Ведь до этого времени не так было. Почему не можем подниматься? И джинны решили походить по миру. И они договорились через какое-то время встретиться снова. Они разделились на группы. Одна группа джиннов пошла на север, другие на юг, на восток, на запад, и одна группа пришла в благословенную Мекку на рассвете, когда посланник Аллаха в долине проводил утренний намаз, потому что в то время не давали открыто молиться. Их пытали, если в городе молились. И они выходили из города и читали утренний намаз. И вот посланник Аллаха в долине в темноте проводит намаз, а мимо проходили джинны, и они начали слушать Коран. Об этом говорится в суре джинны. 72-я сура священного Корана. Также об этом есть в суре Ахкаф, которая в Коране под номером 46. В ней Аллах описывает эпизод с теми джиннами. Они услышали, как читает Коран наш любимый посланник Аллаха саллаху алейхи вассалям. Аят номер 27. В суре Аль-Ахкаф. Джинны сказали о Коране. Удивительный Коран. Они услышали, что это что-то необычное. И это заворожило их. И они слушали, пока посланник Аллаха не закончил читать. И после намаза пророк Мухаммад встретился с джиннами, первые сподвижники джинны, которые приняли ислам. После этого джинны вернулись к своим. В суре Аль-Ахкаф говорится об этом, как они вернулись и говорили с джиннами иудеями, которые верили в иудейское писание. Они не верили ни в какое другое писание. Джинны уверовали в Коран, и другие джинны тоже к ним присоединились. И джинны пришли в Мекку. И многие из них приходили в Мекку увидеть пророка саллиллаху алейхи вассалям. Ибн Хаджир Аскаляни передал это комментарий в Сахихе Аль-Бухари. Приводятся хадисы, в которых говорится, что было тысяч семьдесят джиннов, которые пришли увидеть пророка. Это точно так же, как и с людьми. Столько тысяч людей приходили в Медину или в Мекку к пророку. Также многие джинны приходили к нему, приходили, принимали ислам и возвращались в свой мир джиннов. Все это происходило во времена пророка саллиллаху алейхи вассалям. Помимо джиннов хороших, также есть и злые джинны. То, о чем я говорю, описывается в суре джинны. В суре джинны говорится, среди нас есть праведные и те, кто ниже этого. Это сказали сами джинны, что среди них есть такие. Есть джинны неправедные. Среди нас есть покорившиеся Аллаху и уклонившиеся. Джинны говорят, среди нас есть те, которые подчинились, стали мусульманами. И есть джинны, которые выбрали путь ослушания. Неправедные джинны. Разные есть. В Коране, в суре джинны говорится об этом. Это красивая сура, короткая. Если будет время, прочитайте ее с толкованием. 72 сура, много информации об этих джиннах. Но так вот, значит, джинны бывают разные. Есть добрые, есть злые. Понимаете, у джиннов в их мире есть все то же самое, что и в нашем мире. Однажды они пришли к пророку, саллиллаху алейхи ва салям. Вместе с ним был Абдулла ибн Мас'уд, роду и Аллаху Ан. Это была открытая местность. Об этом говорится в сборнике хадисов Тирмиви, что Ибн Мас'уд сказал, я издалека увидел высокого роста существ. Они спускались с неба. Я увидел, как они спускаются с неба на землю. Так это было. И пророк Мухаммад саллиллаху алейхи ва салям долго с ними разговаривал. Потом вернулся и сказал, ко мне приходили джинны, и они пожаловались мне, обратились с жалобой. Они просили меня передать моей общине, моей умме, мусульманам, чтобы они не подтирались костями. Ведь в те времена как делали? После того, как человек ходил в туалет, бывало такое, что он для подтирания использовал какие-то гладкие камни, но и также бывало такое, что человек пользовался костями, подбирал какую-нибудь гладкую кость и очищал себя ей после туалета. И джинны пожаловались пророку саллаху алейхи ва салям. Передай мусульманам так не делать, ведь в костях Аллах заложил пропитание для нас, и мы едим их после того, как человек закончил еду. После него эти кости едим мы. Иной раз можно увидеть, вот кость выкидываешь, и приходит кот, один и тот же кот, приходит такой по привычке и подъедает с какого-нибудь блюдца, на котором вы кости оставили. Он и грызет их. 99% что это джинн. Аккуратней так, что не шугайте его. Лучше бы вам дать ему еще одну кость, и сказать ай да маленький друг джинн, поешь и эту. Не надо прогонять какое-нибудь животное, которое вы увидели. Тут ведь понимаете в чем дело? Насчет костей. Именно насчет костей. Это один из признаков, о которых мы знаем. В они могут принимать форму. И это умеют не все джинны. Некоторые могут принимать форму кого-то. Змеи, например. Могут принять форму кота или собаки. О черных собаках пророк сказал это шайтан. Мы не говорим, что каждая черная собака это шайтан. Так что мы не обобщаем. В хадисе имеется ввиду, что некоторые черные собаки могут быть шайтанами. Нужно понимать суть хадиса и нужно понимать суть аятов Корана. И там и там бывает говорится не в общем. Люди большую ошибку делают. Например, когда речь об иудеях, не надо сразу думать, что это обо всех иудеях речь. Алиф лям говорится аль-яхуд ан-насоро, то есть иудеи, христиане. Так вот этот артикль аль в начале слова говорит об надо смотреть толкование больших ученых. Так вот кости это пропитание для джиннов. А живут они в таких местах, как например вода, пещеры, необитаемые места какие-то, деревья. Но не на каждом уж дереве, да? Шарахаться деревьев не надо, а то товарищ один услышал от меня историю о джинах. В итоге перестал ходить вблизи деревьев. Не надо загоняться, фанатизма нигде быть не должно. Вот в таких местах живут. Теперь когда они с человеком в контакт входят, почему так получается, что иногда они хотят оказывать какое-то влияние на человека? Перед тем, как я к этой теме перейду, хочу важную вещь сказать. Некоторые люди не верят в это. Не верят некоторые люди, что джинн может влиять на человека. Имеется ввиду влиять до такой степени, чтобы овладевать его чувствами. Влиять на мышление человека. Кто-то не верит. Если вы в это не верите, не виню вас. Вы же не видели, не были там. Чтобы поверить, вам надо поприсутствовать на таких случаях, когда такое происходит. Все, что я могу сказать вам, это если вы найдете кого-то, кто занимается экзорцизмом, если вы проведете с ним несколько дней, и если после этого вы увидите что-то такое, если несколько случаев увидите воочию, после этого вы уже начнете думать, что это не что-то обычное. Джины могут приходить, могут нарушать этот барьер, пересекать барьер, приходить к людям и овладевать их разумом. Иногда они овладевают разумом человека, а иногда нет. Джины могут просто ходить за человеком. Ну вот, понравился им человек. Могут они иной раз ходить за человеком, который им понравился. Еще и добро ему делать. И такое бывало. Знаю человека, который мне рассказал, что на фаджр его будет что-то. Походу джин. Нечто. Бывает такое, что у человека что-то регулярно будет на фаджр. Добрый джин может будить человека на фаджр. И альхамдулиля. Иной раз в доме находится хороший джин. Он просто мирно живет с вами всю вашу жизнь. Не беспокоит. И это хорошо, если в твоем доме добрый джин. Если этот джин является верующим, муэмином, то это будет приводить к добру. Иной раз джины читают намаз джаматам в вашем жилище. Они встают читать намаз за вами. Хорошие джины бывают. И беспокоиться не нужно. Ведь по сути это хорошо. В этой мечети, да и в каждой мечети, много джинов приходит помолиться с нами. Они встают вместе с нами в ряды. Иногда могут сидеть на наших плечах, читая при этом намаз вместе с нами. Они могут делать земные поклоны на наших спинах, читать намаз за нами, за рядами. В общем, могут читать намаз с нами. Это нормально. Есть много джинов, которые, хороших, которые регулярно с нами молятся. Однако, есть злые джины, которые приходят только со злыми намерениями. У них злое нутро. И пророк, саллиллаху алейху ассалям, говорил нам, избегать джинов, любящих нечистоты. Они называются хубус и хабаит. Джины мужского пола, которые любят нечистоты, и такие же джинны женского пола. Они любят туалеты. Они любят то, что выходит сзади. Любят. Реально. Нравится им такое. Любят быть там, где оно есть. Вот такая душа у них нечистая. Они называются хубус и хабаит. Определенная нечистая категория из популяции джинов. И посланник Аллаха, саллиллаху алейху ассалям, говорил нам, когда в туалет идете, вы должны искать защиту Аллаха, дуа читать. Тогда джинны не повредят. Если забыли при входе дуа почитать, не надо после этого, сидя в туалете, думать, «О боже! Мне теперь конец. Если забыл прочитать дуа перед входом, скажи мысленно про себя». Такое у них нечистое нутро. Вот такие вот существуют джинны, которым такое нравится. Сейчас мы говорили о нечистых джиннах. Как я вам говорил, в начале этой лекции есть джинны, которым нравится находиться с нечистоплотным человеком. Если человек не соблюдает личную гигиену, эти джинны будут с ним. То есть, здесь как получается, нечистые джинны находятся с такими людьми, подобные тянутся к подобному, просто находятся с ними. Иногда не влияют на них, а иногда могут влиять. Зачем они это делают? На это есть много причин. В большинстве случаев, когда джинны влияют на людей, это через порчу, через черную магию, еще дойдем. Но обычно джинны не влияют. Пока человек не сделает чего-то такого особенного непосредственно для джинна, если конкретно для него что-то не сделает. Читайте Аят Аль Курси, когда идете по темным местам ночью, особенно в необитаемых местах, где много леса, деревьев. Скорее всего, там много джинов. При этом очень хорошо бы читать Аят Аль Курси. Одна из лучших форм защиты от мира джинов. Просто прочитайте Аят Аль Курси и не бойтесь, что джинн повлияет на вас, если ваша вера крепкая. Опять же, от веры зависит. Это ваша иммунная система. Зависит от веры, от силы воли. Читайте Аят Аль Курси и джинны вам не повредят, если у вас большая сила воли. Опять же, если вы слабый человек и проявляете слабость, я это видел, иной раз какой-то человек пугается. Джинны любят напуганных людей. Они для них мишень. Бывает такое, что джинны рассматривают таких людей как мишень. А вот Аят Аль Курси почитаете и не повредят. К нему еще можно добавить. Прочитать две последние суры Корана. Аль-Фалят и Аннас. Прочитать обе суры три раза. Подуть на руки и провести ими по всему телу. Это общая защита, которую учил пророк. Во многих хадисах это. Читайте, и Аллах защитит. Иногда люди приходят в новое место и бывает ощущают какую-то тяжесть. Опять же, если это прочитаете, то будете в порядке. Если хотите усилить защиту, то к этому всему можете добавить начало и конец суры Бакара. Это очень сильно. Начало и конец Бакары. Например, от Алиф-Лям-Мим вплоть до Уля-Икэхуму-ль-Муфлихун и начиная с Амэна-Расу-Любима Унзэля-Иля-Химир-Робби-Хим с предпоследнего и до конца. В общем, последние два аята Бакары читаете, дуете на руки, проводите по телу. Это супер-защита. Посланник Аллаха салаллаху алейху ассалям говорил, в каждом доме, где читается сура Бакара, в этом доме злые джинны оставаться не могут. О таком факте пророк сообщил. Так что, если опасаетесь шайтанов, что злые джинны будут в вашем доме или в каком-то месте, читайте суру Бакара, конкретно в этом месте. В общем, хорошо будет читать всю суру Бакара, но перед сном будет слишком долго прочитать всю суру Бакара. У вас это может занять несколько часов. Поэтому начало Бакары и конец Бакары. Этого хватит. Читаете, дуете на себя, и это усилит, так сказать, ваш иммунитет. Опять же, если хотите еще усилить, еще больше, можете прочитать определенные моменты из Корана. Есть определенные аяты. Так-то что угодно из Корана можете прочитать. Но есть особые аяты, связанные с джиннами, через которые Аллах вас защитит. Так вот, когда речь идет о влиянии джинна на человека, есть определенные признаки, которые можно увидеть. Вот я вам сейчас расскажу об одном случае, чтобы стало понятно. Я это видел собственными глазами, то есть, не понаслышке знаю. Мы были в медресе в Ноттингеме. Это во Флинтоне, в Нью-Йорке. В 90-е это было. В медресе. И я уверен, вот если Хазрат сидит здесь, много джинов он видел в медресе. И у других тоже, кто в этом медресе учился, есть истории о джинах. Но вот это я видел лично. Как было? Мы со студентами приехали в старое здание. Это была старая база ВВС Великобритании. И она была заброшенной на протяжении 20 лет. И вот мы приехали туда и воспользовались этой базой как медресе. Приехав туда, один из наших учителей, Маулян Афадл Рахим, он еще жив, он сказал нам, мы обжили одно крыло этого здания. Потихоньку начали обживать комнаты одного крыла. В этой базе было 120 комнат. Было три зала огромных. Восточное крыло, Западное крыло, Средняя платформа. Мы были в Восточном крыле. Мы находились всего в нескольких комнатах. Буквально в семи или в восьми. И Маулян Афадл Рахим и другие учителя говорили, не ходите в Западное крыло. Западное крыло здания. А в итоге что? А мы же молодые были, дерзкие, смелые. Ну и мы такие, ай дайте, пошлите в Западное крыло сходим. И пошли в Западное. При ярком дневном свете. В полдень. И я вам скажу, оказывается, призраки не только в полночь ходят. Мы шли, держась при этом за руки. Компания не маленькая такая была, человек семь-восемь примерно. И пока мы шли, мы слышали, как двери хлопают. Стук какой-то, створки открываются. И мы убежали. Пока бежали Аллах и громко поминали, свидетельства веры громко произносили. Ля-и-ля-и-ля-ла-х. И со всех ног оттуда. То есть место с высокой концентрацией призраков. Учителя же предупреждали, не ходите. И как получилось, один из нас студент, молоденький он тогда был, имя говорить не буду, он, наверное, вырос уже. У него уже дети, наверное, просто не хочу его позорить. Не хочу компрометировать. Так вот, он сам был с запада. Так, лет сколько же ему было? Где-то около ну, 13 лет в районе этого. Из Бангладеша. Ни слова по-английски не знал. Какой уж там другие языки. Чисто бенгалец. Он был самым тихим ребенком. Представьте. Просто тихий. Ходил сам в себе и все. Коран старался выучить. И он успел выучить один джуз. Одну тридцатую часть Корана. И однажды, как получилось? Он вдруг забрел в другое крыло этой базы. Вернулся. Но никто этому значения не придал особо. Он вернулся и вечером, когда мы все вместе сидели и читали. Меня в это время не было рядом, но другие рассказывали. Но потом я пришел, чтобы это проверить. Так что это то, что я лично проверял. В общем, как было? Он пришел с Кораном к своему учителю. Вдумайтесь. Пацан, молоко на губах не обсохло. Который ничего толком не знает. Приходит с Кораном к своему учителю, кладет перед ним Коран и говорит «Проверьте меня». Причем не по-английски, а по-арабски. Паренек арабский вдруг выучил. Говорит «Проверьте меня». Учитель на него смотрит и думает «Чего смеяться-то?» В те времена легко можно было и плюху словить, знаете. За такие приколы можно было неплохо так и грести. Но паренек этот настаивает. «Проверьте меня». Проверьте. Как хотите. Учитель говорит «Ладно, закрываем Коран». Говорит «Давай, 15-й джуз». Учитель смотрит «Типа, как такое может быть вообще?» Начинает другие места проверять. Еще одно место, еще одно. А этот мальчик оказывается знает Коран. Да еще и чуть ли не лучше учителя по-арабски разговаривает. То есть этот мальчик вдруг отменным арабским овладел. И когда мы это услышали, мы приходили, я конкретно приходил к нему, встречался с ним. Он по-арабски начал разговаривать. Странно. Ну и потом мы такие «Ну ладно, что всякое бывает, божье чудо». Как бы не так. И этот мальчик вел себя очень странно. Он пошел, взял машинку для стрижки и побрил пол головы. А вторую половину оставил. И в таком виде ходил по коридору с длинными волосами с одной стороны и с полностью бритой другой стороной. Ребята, в шоке! Джин, джин, джин! И вот учитель его поймал и сказал ему, что надо ему побрить вторую сторону тоже. И побрил вторую сторону. А мальчик и дальше странно себя ведет. Всякое делает. Нетипичное. Пошел ложиться в кровать. Ладно, пошел в кровать. И часа в два ночи все ребята, а там было шесть комнат, и в каждой комнате три двухъярусные кровати. По одному на каждом ярусе. И в два часа пятеро из них вылетают в коридор из комнаты, несутся, сломя голову по коридору и барабанят в дверь директора. Джин, джин, джин! Директор просыпается, что такое? Джин, джин, джин! Директор подходит, а там спит всего один, тот самый мальчик, который обрился, и который вдруг резко арабский выучил. Ему говорят, что такое? Ничего. И ребята вернулись, все обратно в кровати вернулись. И тут, через короткое время, опять мальчик ходит. Ребята опять бегом по коридору, джин, джин, да что такое происходит? И братья рассказывают, когда по кроватям расходимся, скажем, этого мальчика звали Эмран, это, конечно, не настоящее его имя, пускай будет Эмран. И братья говорят, мы слышали, как по стене он скреб ногтями или что-то типа того. Эмран. Ну и братья, конечно, пулей вылетают из своих кроватей и к директору, а тому не нравится. Он их по кроватям отправил, а они вернулись. Наступает утро, и главный учитель, Муляна Фадурахин, позвал его к себе. Я там был, завтрак готовил. Вот что очень популярное в изгнании джинов. Ты что-то читаешь, и когда читаешь, читаешь какие-то аяты из Корана, и на джина это действует, потому что он не может выносить, когда Коран читают, и уходит. Их это вытесняет. А здесь этот джин был верующим джином. И этот джин знал Коран наизусть и знал арабский. И когда учитель читал что-то, чтобы изгнать, в ответ на это джин в мальчике читал другие аяты, которые отражают действие этих аятов. То есть отражал воздействие. Это был далеко не обычный джин. Я сидел там и видел все это. И шейх читал, а джин обезвреживал действие того, что он читал. Например, шейх читал аят. Поистине, те, которые испытывали верующих мужчин и верующих женщин, а потом не раскаялись. Их ждет наказание в аду. А джин в ответ читал другое. Отражал то, что читал шейх. И через какое-то время, когда студенты покинули комнату, я спросил шейха, и шейх подтвердил, что тот делал. И тогда шейх сказал, единственный способ избавиться от влияния этого джин на это вернуть этого мальчика обратно в родной город и оставить там на месяц. Он сказал, это надо сделать, потому что... И знаете, ребят, я вам это говорю, да, вы можете не поверить в это, пока не столкнетесь. Есть вещи, в которые не веришь, пока не столкнешься. Так что, если не верите в то, что я говорю, я призываю Аллах в свидетели. Я вам просто рассказываю то, что я видел. Возможно, вам самим нужно что-то такое увидеть, чтобы поверить в это. Так вот, этот шейх, о котором я рассказываю, мог видеть некоторых джинов. И он видел целую группу джинов, целую семью, они прибыли сюда, оказывается, и остались в этом западном крыле на месяц. И он это выяснил, что они всего на один месяц. Если мальчика отправить в родной город, тогда шейх сказал, внутри мальчика молодой джин, знающий Коран наизусть. Если он останется в своем родном городе, этот вот мальчик, то джин автоматически выйдет из него. Семья же его в западном крыле только на месяц. И вот, мы повезли его домой. И в процессе, о боже, я сидел рядом с ним, со стороны его левой руки, в машине, а он посередине был. Он хотел на полном ходу дверь открыть на скорости километров 110 в час. Пытался заднюю дверь открыть. Учитель остановил его, хорошенько прикрикнул на него. И тот успокоился, пока не доехали до места и оставили там. Через месяц мальчик вернулся и был все тем же, тихоней, с опущенным взглядом, ни слова по-английски и по-арабски, и знал всего один джуз Корана. Почему так получилось? Возможно, из-за того, что с какими-то долгами это было связано. Он чем-то внимание джина привлек. В итоге вселился. Мальчик, походу, слабый был. И он смог вселиться в него. И таких случаев много. Вот помню, случай такой был в Бангладеше. Опять же, я это тоже видел. Вот посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, что сказал? Когда солнце зашло, не выпускайте своих детей из дома. Потому что наступило время, когда джинны освобождаются. То есть, когда шайтаны высвобождаются, выйдите и отпустите, они что-нибудь увидеть могут, могут как-то подействовать на них. Так вот, была женщина, она пошла к пруду, довольно темно уже было, под деревьями, она набрала себе воды, вернулась, и на нее повлиял джинн. И ночью я проснулся. это было лет 25 назад. Ночью я просыпаюсь и слышу, что соседи обсуждают что-то. Собрались соседи, обсуждают какое-то происшествие, и я пошел туда. Прихожу на это место, верите или нет, собственными глазами видел. Опять же, хотите верьте, не хотите не верьте. Можете и сами такое увидеть. Там семеро мужчин пытались справиться с женщиной, а она подняла их всех. Говорит, да вы кто такие-то вообще? И вот этот джинн подействовал на одного из соседей, на другого потом еще, и у них всех были схожие шаблоны поведения. Поначалу они чувствовали некоторое головокружение, потом начинали издавать хрюканье, прикольные всякие звуки. Бывало такое, что у них слюна выходила изо рта, они отключались, иногда языки прикусывали, а потом приходили в сознание, но уже не были собой. Ты говоришь с ними, но это уже не они. Они с тобой могли разговаривать на другом языке, на языке тех мест, откуда прибыли эти джинны, и могли рассказывать какие-то вещи, о которых этот человек не знал. То есть ты разговариваешь с иным существом внутри человека. И конечно практиковали экзорцизм, то есть изгоняли. И вот насчет экзорцизма. Не надо вдруг резко ни с того ни сего мнить себя экзорцистом. Брать Коран и начинать, а то джинн по голове может дать. Да так, что на пол упадешь, еще неизвестно, когда встанешь. Я видел это. Я это видел. И к этой женщине с джинном через несколько дней пришел человек изгонять джина. Он не был настоящим шейхом. Начал что-то читать, у него была белая борода. И вот то, что я рассказываю, я видел своими глазами. И вот он изгоняет. А женщина, точнее джинн внутри нее, хватает бороду за секунду и бьет. Роняет его на пол. Говорит, ты кто? Мужа ее это разозлило, конечно. Ударил ее. Вдарил ему сразу. Ты кто такой вообще, говорит? Че ты знаешь? Бывает такое. Знаю я людей, которые экзорцизмом начинали заниматься и так далее. Это дело не что-то такое простое, чем ты можешь заняться и вдруг чудесным образом стать охотником за привидениями. Так не получится. Это требует специальных знаний, специальных навыков, очень большую силу воли, много чего нужно для того, чтобы заниматься этим. Другой человек был тоже. Я был там. Бывало, что удавалось что-то увидеть. В какие-то моменты бывало такое, что я видел симптомы и говорил, что должно быть это джинн. Один из признаков обмороки. Другой момент еще это забывчивость. Еще один признак, что на тебя подействовал джинн, это когда после того, как джинн в тебе действует, ты снова приходишь в себя, не все помнишь, что было, пока был в трансе. Очень часто бывает, что джинн влияет на человека, и человек не все помнит, что говорил. Иной раз несколько слов может вспомнить. Но в основном что рассказывают? Я просто довольно много с этим сталкивался. Я не изгоняю сам. Пожалуйста, не стучитесь ко мне. Не надо. Я этим не занимаюсь. Вот по какой причине. Во-первых, если ты хорош в этом, к тебе выстроится очередь без конца и края. Джинны тебя порвут. Не хочу, чтобы джинны порвали. То есть ты обречен на один из двух сценариев. Мне не нужен ни тот, ни другой. Но видеть доводилось мне многое. Случаи какие-то были в домах. Я туда шел, разговаривал с семьей, и обычно я это передавал другим специалистом. Вот помню, был случай один. Мальчик был, на которого подействовал джинн. Джинн то овладевал его сознанием, то отпускал. У него периодические прояснения наступали. И шейх один изгонял джина. И вот знаете, что скажу? Смотреть на что надо? На силу. Смотреть на силу самих джинов. Опять же, здесь две силы. Сила джина и сила того, кто изгоняет джина. Конкретно этот экзорцист таким хвостуном был. Интересно было слушать его. Такие истории рассказывал. Я с такими джиннами имел дело, с такими. Помню, парень один рассказал мне однажды, даже полицейского одного, который типа одержимый был. Я, говорит, на него кое-что почитал. Ему полегчало, и он пришел в норму. О таком случае я слышал в восточном Лондоне где-то. Ох уж этот парень. Вот говорю вам, одного человека, одержимого джинном, я ему передал, он не справился. А вот этот случай в восточном Лондоне был, где-то в Илфорде. И вот значит приходит этот экзорцист джина изгонять. Позвонили ему, ту семью я знал просто. А сам я пришел туда посмотреть. У него супер истории были, улетные. Он начал делать что-то свое, читать и так далее. рожать ему начал. Сказал ему, ты осторожнее, смотри. Ну а тот продолжал, а ведь дело с этой темой как обстоит. Смотрите, существуют способы, как можно заключить джина в тело человека. Против воли джина. И когда вы что-то читаете, он горит. Его это жжет. И вот значит этот мужчина читал ему целый день, я там был. И потом на следующий день мы связались с этим экзорцистом, попросили снова прийти, потому что там продолжать нужно было читать, что он читал. Я говорит, не приду. Говорим, почему? И он какую-то отмазку придумал дешевую. Мы с другим человеком связались, который его знает. У него спрашиваем, что он не приходит-то? А там оказывается, что случилось? В ту ночь напали на него. Жестко причем, и не один это джин был, а джин их там было трое. Они пришли и хорошую взбучку ему устроили. Не знаю уж как именно, но парень потом не знать нас не видеть не хотел, и слышать тоже. Бывает такое, но бывает и другое, когда экзорцист на самом деле хорош, эффективно читает. Лучшее, что можно сделать в таких случаях, это прочитать весь Коран. Как я уже говорил, некоторые могут прочитать просто Суру Фатиха и все. Вот некоторые могут просто прийти, и джин уже уходит. Мой отец такое проделывал, когда он был жив, он однажды нам рассказывал, говорит, он пришел в дом, где была одержимая женщина, и опять же, смотрите, ребят, можете в это верить, можете нет, не верите, так просто скажите ассаляму алейкум, дело ваше. Так вот, отец рассказывал, как он пришел в один дом, там был недоучка, который пытался что-то читать. Джин ему знаете, что сказал, будучи в женщине? Ее устами сказал, будучи внутри. Джин говорит, эй, вот что ты дуешь на меня? Что прошлой ночью делал? Я все видел, я все видел, ты грешил, и что ты дуешь на меня? Опозорил его перед людьми, и потом сказал, но теперь я должен уйти, потому что кое-кто подошел к двери, я не хочу с ним рядом находиться, а у двери был мой отец. Он подошел к двери, вошел, и ему сказали, Джин только что ушел из-за того, что вы пришли. Такое может быть, иногда такое происходит. В медресе моего шейха много было разных историй, но вот это было конкретно с моим шейхом. Мой шейх, он как делал? он даже не дул, не читал ничего, он просто садился перед человеком. Если человек был одержим джином, шейх говорил, кто ты? Кто ты? Откуда ты? Зачем ты здесь? Сразу же говорил это, и джин, который был в человеке, начинал говорить. Такое происходило много раз. Определенные существуют и силы, и слабости у людей, и это зависит от того, с кем в контакт они входят. История о джинах могу еще и еще рассказывать. То, что я вспоминаю, я вам стараюсь рассказывать. Я вам хочу рассказать про порчу, сихр. Как обстоят дела с черной магией? Черная магия это харам. Запрещенно. Если человек это делает, то он совершает большой грех. Против шариата идет. Магия действует так. Человек обращается к джинам. Он вызывает их, чтобы они пришли, вселились в каких-то людей, стали одержимыми ими, чтобы эти джины овладевали их волей. Вот, например, один из ключевых моментов, упоминаемых в суре Аль-Бакаре, чтобы развести мужа с женой. Мужа с женой развести. Один из видов черной магии, Коран об этом говорит. В Лондоне случай был, с которым я имел дело около трех лет, три года. Я к этому делу специально привлекал других шейхов тоже. Там была наведена порча, и сихр этот сделан был с одной целью, развести мужа с женой, и в итоге так оно и получилось. Но до этого, до того, как они развелись, нам удалось разрушить порчу, разрушить этот сихр. Это подтвердили три шейха, с которыми я тогда взаимодействовал. И вот знаете, сихр, порча, это куда более насильственная форма влияния джинна на человека, чем когда просто джинн вселяется. Порча это настоящее насилие. Джинны, которые вселяются через порчу, это джинны, даже близко нехорошие. Даже близко. И что происходит с человеком, когда он входит в контакт с джиннами в процессе колдовства? Там может быть замешан ширк, многобожие, когда люди начинают поклоняться дьяволам, поклоняться шайтанам. Джинны бывают и нормальные, но мы говорим о злых, о дьяволах. Так вот, люди могут начать поклоняться им, взывать к ним, и в этом процессе применяются самые разные нечистые вещи, смешиваются. Иногда это менструальная кровь, иногда это волосы с интимных мест, иногда это кровь, иногда это мертвые животные, иногда это кладбище. Например, такие нечистые вещи используются, как ногти, волосы, чего только не используются в колдовстве, в черной магии. Все это начинается с очень нечистых вещей, от которых ислам требует удаляться и избавляться. Так вот, если кто-то делает это, есть люди, которые этим занимаются. Раньше, примерно в 90-е, имел место массовый культ в Египте. Некоторые туда даже с запада ехали. Начался культ поклонения дьяволу. Они носили черное, ногти длинные, пребывали в состоянии нечистоты, поклонялись джинам, как их называют еще духом. И дошло до того, что правительство запретило эту группу. Некоторые из них верили в пирамиды, в другие какие-то вещи, что некоторые дьяволы могут освободиться. Во что бы они не верили. В разных частях мира. В Африке, в Индии, в Англии в том числе. И в основном люди, которые этим занимаются, призывают джиннов собраться вместе и потом они посылают их в определенный дом к определенному человеку. Просто делать зло. В общем, порча это более суровые случаи, чем просто случай одержимости джиннами. И для защиты от этого Корана достаточно, если человек его читает. Если его иммунная система, то есть богобоязненность высокая, Коран правильно читает, правильно поклоняется, это защищает. Но если человек слабый, то на него это подействует. И эффект может быть жестким, самым разным. Иногда может привести даже к смерти. Иногда это может привести к сумасшествию. Смотрите, некоторые из душевнобольных есть же душевнобольные в психбольницах. Я бы сказал, примерно треть из них, возможно, ну или пятая часть из них, под джиннами или под порчей. Может, процентов 70-80 это реально душевнобольные. Это тоже надо различать. Есть медицинские причины. У сумасшествия некоторых людей медицинские причины. Пока с обеих сторон не изучите, вы не узнаете. И обычно что происходит? Когда мне кто-то говорит, мол, у такого-то долговременная одержимость, и говорят, что врачи не знают, как это объяснить, проводили такие-то тесты, анализы, такой-то специалист смотрел такой-то. Много врачей уже его посмотрело. Столько месяцев, иной раз даже лет это продолжается, и все еще не могут причину найти. В большинстве случаев это связано с джинами и порчей, когда врачи не могут причину найти. Но вам надо идти ко врачам, эту сторону нельзя игнорировать. Иной раз причина медицинская, на нервной почве что-то, что-то медицинское, что-то психологическое. И пока вы эти варианты не исключите, не поймете истинную причину. Ко мне приходили, я их перенаправлял, опять же говорю, перенаправлял. Я спрашивал, вы у врачей проверялись, медицинское происхождение недуга исключили или нет. А потом перенаправлял кому-то. Если это реально случай с содержимостью или с порчей, это проявляется сразу же. Ведь все, что нужно сделать, просто прийти с хорошим шейхом и чтобы шейх начал читать. Иногда просто при приближении шейха кричать начинает вести себя необычно. Делать что-то странное. Говорить что-то или говорит «Я не пойду». Бывает в запущенных случаях, если даже пытаешься обмануть человека, у тебя это не получится. Ведь он знает, что вы задумали, и он будет упираться и не идти туда. Относительно экзорцизма. При этом читаются аяты Корана. Опять же я вам говорю, Корана достаточно, чтобы его читать для этого, но смотря кто читает. Иной раз сможет получиться так, что не хватит целых часов чтения. Не поможет, даже если читать очень много. Вот если вы придерживаетесь Корана, я видел это во многих случаях. Если Корана держитесь, вам не нужно больше ничего для исцеления. Могут быть жесткие, тяжелые случаи, когда вот контакт близкий с одним человеком был, порчу сделали на него самого и на его жену, чтобы их развести. И они держались Корана, читали его, а уж читать и его как следует надо читать, читать и читать. Аль-хамдули-лях, в итоге хорошего результата добились. Один человек, к сожалению, который не читал, покончил с жизнью самоубийством. Тоже его поразило. В итоге он покончил с жизнью самоубийством. В общем, Корана достаточно, и тем не менее, люди к другим вещам тоже прибегают. Когда люди прибегают к каким-то еще вещам, помимо руки, осторожным быть надо. иной раз люди могут пойти к кому-то, кто может привести их к многобожию. Нужно тщательно изучать людей, к которым вы идете. Каких только нет людей, некоторым от вас только деньги нужны, для кого-то это бизнес. Просто деньги из вас выкачивать хотят, осторожнее. Во многих случаях я видел, люди неискренне этим занимаются. Неискренне. Как определить, не оберут ли вас? Во первых это вот что. Хороший признак это когда человек не просит у вас денег. По моим наблюдениям это один из первых хороших признаков. Когда у вас не просят денег, не устанавливают какую-то фиксированную цену за услуги, ничего такого. А когда делают так, то знайте, это не первый раз, когда он будет просить у вас деньги. Вот лампочки, когда некачественные делают год за годом, они специально их так делают, чтобы месяца через 4 или через полгода лампочка перегорала, чтобы вы снова шли в магазин за лампочкой, сейчас лучше вроде, но несколько десятилетий это продолжалось. Лампочки продавались, которые горели не 50 лет, скажем, а 50 недель. Почему? Деньги, бизнес. И некоторые люди, которые на ваши деньги падки, они могут заклинание прочитать, которое поможет на месяц, на несколько месяцев, чтобы снова деньги выкачивать из вас. Они знают, что через какое-то время снова придете, скажете, боже, оно вернулось, и они снова почитают. Вот недавно буквально случай такой был. Я парню говорю, как ты вообще мог поверить ему? Говорит, мы сестру к этому человеку привели, Джином была поражена, и что он сказал? Говорит, у нее, то есть у моей сестры, так вот у нее, послушайте, что сказал этот человек, 996 Джинов в ней. И что шейх прогнал всех, кроме трех. Осталось трое. Я говорю, ты рассмеялся, наверное? Это как же, парень побил 993 Джина, а с тремя не справился? А как он считал их интересно, так что ли? Вот эти люди истории свои рассказывают, ты даже не знаешь, что происходит, они из тебя деньги выкачивают, всякое разное говорят тебе, а ты принимаешь за чистую монету. Так вот, первый признак того, что шейх хороший, он не просит денег. И вот знаете, есть еще второй вид экзорцистов, он не просит деньги, но если денег ты ему не дашь, он будет проявлять недовольство. Видите, некоторые денег не просят, но со временем ты к ним снова и снова приходишь, это их уже раздражает. А если ты им будешь давать несколько фунтов, то они снова довольны, настроение у них улучшается после того, как деньги им даешь. Вот тут ты и видишь, что им нужны были деньги твои просто. Не поддерживаю я таких людей. И есть третий тип людей, которым ты даже если насильно деньги давать будешь, даже если насильно будешь всучивать деньги им, они их не возьмут, эти лучшие. Не за деньги делают. Не за деньги. Вот есть одна группа людей в восточном Лондоне охотники за привидениями субханаллах. 45 фунтов за вызов. 45 за вызов. То есть ты им звонишь, они с тебя 45 берут, чтобы прийти к ним, читают несколько часов сидят и уезжают. Вызываешь их снова, заплати снова 45. Машаллах. И однажды они что сделали? Говорю вам, этот брат лично ко мне пришел в Лондоне. Говорит, заплатил им 45 фунтов, ну то есть за вызов. И его племянница кричала, всякие разные слова говорила, волосы на себе рвала и так далее. И в итоге эта бригада охотников за привидениями приходит за 45 фунтов. Ну и что-то читают. И чуть погодя, эта девушка просто пришла в ярость, вскипела, как вода вскипает до 100 градусов. Она была готова просто рвать и метать. И эти ребята говорят, извините, мы пойдем, не наш случай, мы пошли. Парень им говорит, как так, вы это все разожгли до такого высокого градуса кипения и уходите. Вот есть такие люди, делают так. Будьте осторожны. Есть другие люди, они близки к Аллаху, они не возьмут деньги, если даже заставлять будешь. Ну, они, конечно, могут взять, мало, искренне нехотя. Опять же, людей судят по намерению, по внешним проявлениям не спешите судить, пока не будет понятно, что это уже очевидно. Это первое. Второе, надо смотреть на то, что человек использует, занимаясь экзорцизмом. Если это Коран, человек читает Священный Коран, тогда это нормально. Если он другие вещи какие-то использует, то будьте очень осторожны. Некоторые могут что-то использовать, что-то рисовать, могут сжигать что-то, или, как я некоторые случаи слышал, хотят, чтобы ты что-то закопал на кладбище, свечи поджигал зачем-то. Смотрите, если вы видите что-то странное, то, что вы знаете, что оно не из религии, прекращайте ходить к этим людям. Теперь давайте перейдем к вопросам-ответам. Братья и сестры, ставьте лайки, комментарии оставляйте, подписывайтесь, и на колокольчик нажмите, чтобы новые ролики не пропустить. Вопрос такой, вы говорили, что влиянию джинов подвержены только слабые люди, но ведь и пророк Мухаммад от них пострадал, он же не был слабым. Вы правы, было такое. Но на него навели очень-очень-очень сильную порчу. Очень-очень-очень сильная черная магия. Любого другого это просто убило бы. А пророк, саллиллаху алейхи ва салям, из-за того, что он был настолько чист и настолько силен, это лишь оказало некоторое влияние на него, на его память. Когда он тахарат брал, он мог сказать, о, Айша, я помыл такую-то часть тела. Это все из-за той порчи. И однажды, когда он лежал, к нему пришли два ангела, Джибриль и Микаиль, и прочитали суры Аль-Фаляк и Ан-Нас. То есть, это был не просто джинн, это была очень сильная порча, которую навели на посланника Аллаха. И я не говорил, что только слабых это может коснуться. Не поймите неправильно. Это может коснуться как сильных людей, так и слабых. Просто более слабые люди сильнее этому подвержены, чем сильные. Вот что я хотел сказать. Могут ли джинны вселяться в недоразвитых детей, в коллег. Я работаю с детьми с психофизическими нарушениями. У некоторых есть похожие признаки. Рычание, когда женщина семерых поднимает и так далее. Смотрите, я не знаю, единственный способ это выяснить, это отвести человека к специалисту с особыми знаниями, который работает с такими случаями. Есть ряд проверок, как определить в человеке джинн или нет. Первый способ почитать Коран. Второй способ это истихару почитать. Некоторые шейхи так делают. Какие еще проверки есть? Некоторые шейхи дуют на воду, дают человеку выпить и смотрят, как это подействовало. Каким еще образом они могут проверить? Могут попросить человека почитать Коран. Был у меня случай на севере Лондона, когда я был в доме одной женщины. Странные симптомы у нее были, а врачи ничего не выявили. Только когда я попросил прочитать Коран, стало понятно, что в нее определенно вселился джинн. Она начала читать Коран и не смогла продолжить. Остановилась. Начала дрожать. Тело начало трястись. Я сказал ей снова читать. Она начала читать, на нее напала сонливость, и она дрожала. Когда вот такие признаки есть, то это верный признак того, что человек скорее всего одержим. Хочу спросить о том мальчике, о котором вы рассказывали, в которого вселился джинн, обладающий большими знаниями в медресе. Мне кажется, он ничего не знал о джинах. Как в него вселился джинн? Аллах говорит в Суренахаль. Когда ты читаешь Коран, то ищи у Аллаха защиты от дьявола, изгнанного, побиваемого. Воистину он не властен над теми, которые уверовали и уповают только на своего Господа. Да, Аллах учит в Коране тому, что перед тем, как читать Коран, мы говорили аулу биллях мина шайтан руджим. Но это другое. Это для чтения Корана. Здесь нет прямой зависимости. Так-то да, надо это говорить. Если хотите быть защищены от шайтана, от джинов, можно повторять аулу биллях мина шайтан руджим. И это будет частичной защитой от шайтана. А в том конкретном случае, мальчик тот, в которого джинн вселился, именно в тот момент, когда вселился джинн, он не читал Коран. Почему джинн в него вселился? Он просто гулял в том месте, где большой риск, что джинн вселится. Он просто хотел походить там, поиграть и подверг себя воздействию джинов. Бывает. Если слабый человек приходит в такое место без защиты, Бог знает, в каком состоянии он пришел туда. В итоге подвергся джиннам. Нельзя тут точно сказать, по какой причине так произошло. Пожалуйста, расскажите об опасности Хэллоуина. Об этой ночи. Хэллоуин не опасен. Вообще, я говорю вам, сколько Хэллоуинов было в вашей жизни? Ничего опасного в нем нет. Просто миф. Это языческий ритуал. В этой стране было много ведьм, колдовства и так далее. И было время в году, когда собирался целый фестиваль, чтобы сжигать и убивать ведьм. Вот что это было. Просто время года, в который устраивали много фестивалей. В маленькой Англии. Убивали ведьм. Не знаю, были ли это настоящие ведьмы, занимались ли они колдовством. Этого я не знаю. В 14-15 веках это было. В 16-м, может, еще. Убивали ведьм. Ничего нет мистического в Хэллоуине, но участвовать не надо. И на следующий день, 31 октября, тоже обычный день и обычная ночь. Конечно, если вы не пойдете на кладбище, а еще и в одиночку, если так, то уж не знаю, как пойдет. Вот некоторые люди меня спрашивают, «Шейх, расскажите историю о джинах». Я говорю, «Ну давайте уж не в светлое время суток, ладно?» Ни я не буду в восторге, ни вы. Другое дело, если ночью, ночью-то оно по-другому. Вот сейчас, например, видите людей вокруг себя, свет горит. А если в темноте, при тусклом свете свечи, вот тогда почувствуете разницу. Вот однажды, как было? Была группа людей из мечети с белым минаретом. Говорят, «Мы как-то собирались в доме несколько лет назад, говорили о джинах». Я говорю, «А если не днем, а ночью?» Ночью пришли в дом, сели там, а там взрослые люди, когда закончили травить байки о джинах, там женщина дрожа укрывалась за мужчиной. И даже мужчины нервно бегали глазками. Страхово как-то. Хоть правда, хоть неправда, все равно уже страшно им. Информацию надо фильтровать. Бывают выдуманные истории. Я вам рассказываю фактические случаи, но иногда, когда вы что-то слышите, это не факт. Просто люди распространяют слухи. В чем разница между джиннами и шайтанами, и те, и другие одного происхождения? Я на самом деле это объяснял в лекции, но давайте еще напомню. Джинны – это все они, существа, которых Аллах создал, невидимыми для нас. Они перемещаются вокруг нас и вообще по миру. Они нас видят, мы их нет. Так вот, а шайтаны – это те джинны, которые в итоге восстали и начали ослушаться Аллаха, совершать зло. Слово «шайтан» не обязательно используется только для джинов. Это распространенная ошибка. Бывают мужчины и женщины шайтаны, а бывают джины шайтаны. И доказательство на это в Коране в суре «Ан-Нас» из джинов и людей. Аллах сказал, «Есть шайтаны из числа джинов, есть шайтаны из числа людей». Значит, злые люди. Они злые, делают зло, совершают дьявольские поступки. Все, что в это понятие входит – ужасные, жестокие поступки. Это шайтаны. То есть, все джинны, которые жестоки, которые неправедные, притеснители, мятежники, которые ослушаются Аллаха. Это шайтаны. Вот в этом разница. То, что я боюсь, когда один в темноте. Это нормально? Читаю пять намазов в день, в основном в мечети. Читаю Коран по пять страниц в день. Тебе не надо бояться. Может, ты просто что-то себе нафантазировал. Если ты после каждого обязательного намаза читаешь аят Аль-Курси, вот красивый хадис из Бухари. Когда сподвижник пророка, салаллаху алейхи васалям, Абу Хурейра, старожил ежегодные налоговые сборы и пришел вор, чтобы это украсть. Он поймал его и говорит, я тебя отведу к пророку Мухаммаду, салаллаху алейхи васалям. А тот взмолился, дескать, я голодный, мне семью кормить надо, меня нужда заставил, пожалуйста, отпусти меня, отпусти меня. Абу Хурейра, когда будет доволен, и малых отпустил его, приходит к пророку, салаллаху алейхи васалям, рассказал, я, говорит, вору поймал. Посланник Аллах улыбнулся и сказал ему, говорит, он соврал тебе, он соврал, он вернется еще. Абу Хурейра пошел дальше сторожить, и тот снова вернулся, на следующую ночь, опять ворует. Он схватил его, говорит, я тебя к пророку Мухаммаду, салаллаху алейхи васалям, отведу. Он взмолился снова, начал его упрашивать, мол, отпусти, отпусти Абу Хурейра, и отпустил. Опять рассказал пророку, он ему говорит, он говорит, соврал, вернется еще. И так было раза три или четыре, и в последний раз как было. Этот человек, которого он поймал, говорит, пожалуйста, отпусти, я научу тебе кое-чему, я тебе кое-чему научу, если и в этот раз отпустишь. Чему? Говорит, если хочешь защититься от шайтанов, джинов, перед сном читай аят Аль-Курси. Абу Хурейра отпустил его и пошел к пророку, салаллаху алейхи васалям, у посланника Аллаха, так-то было ночью. Пророк говорит, он сказал тебе правду в этот раз, хоть он и лжец. Говорит, у Абу Хурейра, это был никто иной, как шайтан. Это шайтан, а ты ловил все эти ночи. Шайтан сказал тебе все это. Так что, если боишься, то одна из защит, это аят Аль-Курси. Нужно верить в этот аят и читать его. И это послужит защитой для тебя. И еще пророк говорил, что если читаешь аят Аль-Курси, после обязательного намаза, это в сборнике Насаи. Такого человека ничто не отделяет от того, чтобы попасть в рай, кроме смерти. То есть, когда смерть придет, ты сразу в рай. Если читаешь аят Аль-Курси после каждого обязательного намаза, это очень хорошая защита. Много пророк говорил об этом аяте. Так что, когда остаешься один, не бойся, пока не будет на то прямых объективных причин. Может ли Рукья быть потенциально опасной для жизни, если подозрение на черную магию? Смотрите, если человек, читающий Рукья, знает, что делает, он должен знать, до какого предела можно дойти, как врач. Врач не будет вам колоть любые препараты, зная, что передозировка тебе навредит. То же самое. Если человек очень-очень слаб, то человеку, кто читает Руки, надо знать, когда остановиться и до какого предела можно дойти. Может ли человек управлять джином? Человек может оказывать влияние, влиять на джина. Хотя обычно как происходит? В Коране Аллах говорит, мужи из числа людей искали покровительство мужей из числа джинов. Так бывает в большинстве случаев. люди начинают у джинов искать защиты. Об этом говорится в суре джинны. И там уже начинается, как я говорил, поклонение шайтанам, подпадение под влияние шайтанов. И потом люди, в свою очередь, используют их в своих целях. Может ли человек воздействовать на джина? Да. Он может войти в контакт с джинном. Иногда джин может подружиться с тобой. Иногда может получиться и такое. Это редкость, но это возможно, что они сами захотят подружиться с тобой, дать о себе знать. И если однажды услышите в пустой комнате «Ассаляму алейкум урахматуллахи у баракату». Не убегайте. Просто скажите «Алейкум ассаляму урахматуллахи у баракату». Где там твоя рука? Если кишка не тонка. У меня было так. Уже годы прошли с тех пор. В большом шатре это произошло. Я там что-то искал в темноте. Там больше никого не было, и я это услышал. У меня сердце замерло на несколько секунд. Молодой я тогда был и поспешил уйти из шатра. А когда вернулся, просто подумал. Я свой шанс упустил и вернулся. Но мне уже никто не отвечал. Говорил в углу «Салям, салям». Никто не ответил. И мой шейх подтвердил, что это джинн, который пытался выйти на связь со мной. Так что вот таким способом можно с ним подружиться. Однако в большинстве случаев такого не будет. Скорее всего они так не пойдут на контакт. А иногда вот дома у вас были случаи. Ребенок был. Я это знаю. Мне конкретно это говорили. Что он видел джина. Дома его видел. Иногда они показаться могут. Если они захотят кому-то показаться, могут показаться. Может так быть, что прямо здесь джинн может показаться одному человеку, остальные его не увидят. Вот так. Подействует на разум и только один увидит. Такое может случиться. Но вопрос был, может ли человек влиять на джинов. Есть способы. Но Аллах запретил это. Не дозволил, чтобы человек ловил джина и заставлял его что-то делать. Принуждая его к чему-то. Однажды пророк Мухаммад саллиллаху алейхи ва салям поймал джина в мечети и привязал его к столбу. Но все-таки он саллиллаху алейхи ва салям отпустил его. И сказал, если бы не дуа, которую сделал пророк Сулейман, мир ему, он бы дождался, пока не пришли сподвижники и не увидели, как выглядит джинн. Ведь Сулейман попросил Аллаха, Господи, прости меня и дай мне такую власть, которая не будет полагаться никому после меня. И Аллах дал ему власть над джиннами. И пророк Мухаммад, помня это, отпустил. И сказал, дескать, мой брат пророк Сулейман, мир ему, сделал дуа Аллаху. Но, смотрите, это не означает, что абсолютно ни у кого не получится каким-то образом поймать джинна. Посланник Аллаха Мухаммад, саллиллаху алейхи ва салям, по какой-то причине поймал джинна. Да, было такое. Но это не значит, что мы так должны делать. Искать джинов, ловить их. Это довольно опасное занятие. Опасно это делать. Способы есть. Я не буду вдаваться в подробности. Поймать шайтана, это знаете как, как будто свободного человека рабом сделать. Вот представляете, кто-то пришел и захотел продать тебя в рабство. Продать тебя как раба или самому использовать как раба. Как сильно ты будешь сопротивляться. Представляете, как может повести себя джинн, если вы пытаетесь его поймать и поработить, использовать его как раба. Он взбунтуется. И порой это заканчивается очень плачевно. Если пытаются их контролировать, джинны могут даже убить тебя. Были случаи, когда они людей убивали, когда те пытались их к чему-то принудить. Но есть определенные люди, которые могут вступать в контакт с джиннами и использовать их для изгнания джинов. Есть шейхи, которые это делают. И опять же, если вы в это не верите, вам надо провести какое-то время с такими шейхами. Посмотреть, как они это делают. Я встречал такого в Тринидаде на острове в Карибском море. Знаете, это звучит странно, но пока вы не увидитесь с этими шейхами, иной раз они могут даже принуждать джина заточить его в бутылку или что-то типа того. если бы вы были там и видели за стеклом или внутри бутылки существо со странной внешностью. И опять же, пожалуйста, не хотите верить, не верьте. Единственный способ поверить в такие вещи, это проводить время с такими вот шейхами. Когда не просто рассказы об этом слушаешь, а процесс видишь, это иное. Что делать, чтобы защититься ото всех этих шайтанов? злых джинов. Чтобы защититься, нужно снова и снова читать аят аль-курси. И также поминание Аллаха является очень-очень эффективным. Кроме этого, надо произносить азан, призыв на намаз, в спальне или еще где находитесь, громко в сторону кабы. Это тоже одна из форм защиты. Читать азан у себя дома. Особенно читать суру аль-бакара. В хадисе Ат-Тирмиве передается, что это еще одна форма защиты. Если не можете, то хотя бы включите запись, и пускай играет дома. Тоже эффективно. Чтобы эта запись играла продолжительное время дома. Это эффективно. И еще вот что. Есть книга Мандзиль. Книга называется Мандзиль. Там только аяты Корана. Определенные аяты, которые, по мнению ученых, считаются эффективным. Те, кто так делал, говорят, что хороший эффект дает. Если читать после Фаджа и после Магриба, там только аяты Корана. Дуть себя на руки и протирать тело. Это очень эффективно для поддержания себя в состоянии защиты от воздействия джинов, а также против порчи. Книгу Мандзиль можно купить в исламском книжном магазине. Очень маленькая. 30-40 страниц. И если систематически ее читать, это хороший способ. Если вы чувствуете, что все равно остаются симптомы влияния шайтанов, тогда лучшее, что только можно сделать, побольше читать Коран на арабском. Причем читать надо вслух. Это действует более эффективно против джинов, чем чтение Корана про себя. И зикр делайте. Поминайте Аллаха. Хорошо будет произносить такой зикр. Хасбун Аллаху ваниамаль вакиль. То есть вы полагаетесь на Аллаха. Говорите достаточно нам Аллаха. Ваниамаль вакиль. И как прекрасен он как покровитель. Повторяйте это снова и снова. Продолжительное время. Читайте для защиты какие-нибудь дуа, которые читал пророк Мухаммад салаллаху алейхи ассалям. Или из Корана. Например сура 23 аяты 97-98. Скажи Господи я прибегаю к тебе от наваждения дьяволов к твоей защите. Я прибегаю к тебе Господи дабы они не приближались ко мне. Читайте эти аяты снова и снова. Чтобы Аллах вас защитил. Человек спрашивает если я все это читаю но все равно ощущаю воздействие шайтанов. Значит слабость в тебе. Либо Аллаху поклоняешься недолжным образом. Бывает что человек много читает много делает при этом грешит. Если грешите то это снижает эффект всего того что вы читаете полностью или частично. Или может быть грязным ходишь нужно после туалета подмываться. На самом деле это очень очень важный момент. Чтобы одежда была чистая постель была чистая ваш дом тем более от мочи кала и тому подобного. Не читается намаз если на одежде находится нечистот больше допустимого количества. В идеале читать намаз надо полностью чистым. Очищайте себя и дом от этого и увидите что усилится эффект от того что вы читаете. При этом надо поклоняться делать добро причем длительное время а не то что вы только начали и сразу ждете хороших результатов. Нужно держаться в этом продолжительное время. Тогда результаты будут хорошими. Бывает пристает какая-нибудь нечисть что делать? Самое главное здесь это чтобы вы поклонялись совершали праведные поступки. Если у самих не получается справиться позовите шейха. Есть некоторые люди которые больше остальных преуспели в этой сфере. Если один из дозволения Аллаха рано или поздно найдете если в тахарате надо промывать нос потому что шайтан находится в носу получается только утром надо промывать нос или каждый тахарат каждый пожалуйста это же сунна пророка саляллаху алинахи 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 утром надо промыть и это уменьшит влияние шайтана но и в течение дня он снова может в носу оказаться ему же джиннов ответьте для немусульманина зачем бог джиннов создал но он создал джиннов и людей чтобы мы поклонялись ему Аллах говорит я не создавал джиннов и людей ни для чего другого кроме как для поклонения мне и весь смысл в том чтобы поклоняться ему и не ослушаться его я слышал хадис что 70 тысяч человек войдут в говоря без расчета и одна из причин почему Аллах даст им это что они не просили читать им руки значит ли это если на человека навели порчу то не надо никому обращаться за руки нет 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 смотрите первое я никогда не слышал этот хадис вы мне этот хадис покажите я проверю насколько он достоверен а иначе говорить о нем смысла нет как нужно избавляться от ногтей и волос после того как постриг их ну смотрите по сунне нужно их закапывать в землю это сунна ногти и волосы закапывать в землю ведь волосы и ногти относятся к телу но мы в таком обществе живем что делать этого не нужно не закапывайте ладно а то сосед будет смотреть а вы такой они нас и так уже террористами называют а теперь будут террористами колдунами называть или ведьмами террористками то есть общество изменилось с тех пор нет ну конечно если хотите можете закапывать но проблематично это это что ли садик какой-то маленький иметь надо который будете ногтями наполнять и волосами да в мусорное ведро выкиньте и все как отличить человека в которого на самом деле вселился джин от сумасшедшего человека или от того кто дурно себя ведет есть такое реально люди себя ведут так иной раз будто в них бес вселился я тут видел недавно у парня были проблемы с женой его видели с другой женщиной когда поймали его застукали говорит шейх я вот чувствую себя неважно вот реально так и начал говорить в этой семье и жена и муж оба знают меня и вот с ее мужем по телефону говорю он мне говорит я тут недавно на курс ходил там говорили о влиянии дьяволов я вот симптомы некоторые замечаю в себе забывчивость вот замечаю в себе я говорю ему ты че серьезно ты мне говоришь что все это то что ты делал было потому что тобой овладел джин говорю да ты смеешься в тебе просто похоть и прихоти вот и все ты чего тебе нравится та женщина вот в чем дело говорит ну так то я говорю не надо так то так и есть а ты джинов винишь короче я ему образно пощечину дал сказал вот врешь же во всем этом джина винишь некоторые так делают вот помню был однажды ребенок в деревне один из наших кузинов он а папа занимался чтением руки не больших руки а легких он пришел и стал читать читает читает и читает и вдруг папа схватил моего кузена и шлепнул его говорит будешь еще так говорит нет дядя что это было папа говорит ну я сижу читаю а эффекта никакого нет если бы в нем был джин он бы с ума сходил а он просто по деревне ходил глупости делал и старался сделать вид что в нем джин мой папа знал что когда он читает и при этом внутри человека джин на него это подействует начнут проявляться какие-то симптомы то есть опять же смотрите вам нужно пойти к специалисту не надо заниматься самодиагностикой не надо дома заниматься самодеятельностью можно читать руки на немусульман смотрите у немусульман свои руки в библии частично есть истина мы не отрицаем и священники или какие-то еще религиозные лидеры изгоняют бесов например читая свои книги в этих книгах есть истина остались неискаженные слова в писаниях слова Аллаха и это действует поэтому они пользуются своими книгами но это не означает что их религии правильные может ли мусульманин читать руки на немусульман не знаю не сталкивался я слышал что шейхи делали руки изгоняли джина из кого-то некоторые джины затаили зло на этого шейха после этого и мстили вселяясь в членов его семьи это правда смотрите вот здесь важная вещь ее надо знать если кто-то начинает изгонять ему нужно знать что последствия его действий могут коснуться его родных и поэтому любой шейх который занимается экзорцизмом должен регулярно читать защиту на членов своей семьи и читать защиту на дом чтобы защитить детей чтобы защитить жену и членов семьи от нападок джинов такое бывает иногда бывает джины мстят и нападают эти шейхи должны знать что читать для того чтобы защитить себя самих и свою семью святой дух это тоже джин нет толкователи корана обозначение дух святой относит к ангелу джибрилю инопланетяне существуют нормально да у нас вопросы ответы проходят начали от джин их дошли до пришельцев я об этом уже говорил вот мы с вами не видели пришельцев не встречали их так что пока мы в инопланетян не верим но если мы увидим что пришелец приземлился на нашу планету скажем ассаляму алейкум знаете что означает ассаляму алейкум и мы им расскажем про коран вечную жизнь к исламу их призовем дауа сделаем почему нет а если не поймут языка объясним жестами если они существуют сыр борта из-за этого весь существуют ли они или не существуют нам не нужно беспокоиться из-за чего-то что может быть существует наша религия ничего о них не говорит о существах с других планет мы видим что коран обращается только к двум видам существ к людям и джинам и больше никому если будет так что однажды мы выясним что они существуют вот тогда и будем об этом думать а не сейчас толку гипотетически предполагать что делать встретив пришельца по следующему вопросу некоторые думают что их преследует какая-то тень опять же смотрите надо обращать внимание на симптомы нужно человека показать специалисту в этой сфере пусть посмотрит делать вывод самому это неправильно вот помню одну хорошую вещь сказал нам наш шейх мы спрашивали у него бывает когда спишь и вдруг чувствуешь что не можешь шевелиться не получается и дышать не можешь у кого было поднимите руки ооо человек 20 здесь джин 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 шучу шучу у меня бывало так и у других тоже в медресе мы пошли к шейху спросили говорим дескать так и так бывает шейх в последний момент когда чувствуешь что уже чуть ли не умираешь когда скажешь слово Аллах или еще что-то это прекращается и шейх сказал смотрите обычно такое из-за того что какая-то мокрота или слизь в носоглотке когда на спине лежите она как-то опускается и оказывается между дыхательными путями и он сказал чаще всего это бывает когда вы лежите на спине на спине и совет здесь такой прочищать нос горло перед тем как пойти спать и если такое будет то сменить бог говорит в основном так бывает из-за того что слизь перекрывает дыхательные пути и после этого я заметил что это перестало происходить а люди в разных частях мира говорят это джин джин конкретно пришел за тобой иногда это может быть не джин а иногда может быть и джин выяснить это можно только найдя хорошего шейха и спросить его об этом я в своей практике сталкивался с множеством случаев когда душевнобольные говорили о небесах об аде дьяволах довольно одержимо не сдержанно ведут себя в них есть джинны опять же смотрите не могу сказать каждый случай индивидуален все всегда по-разному в психбольницах могут быть те в ком джинн а бывает расстройство психики в каких-то могут быть джинны единственный способ это узнать позвать хорошего шейха и обследовать людей одного за другим он должен сидеть с ними и читать им коран я много раз видел множество раз входит шейх и как только он вошел человек сразу начинает бесноваться говорить ему что-то грубое уйди с дороги я не хочу чтобы ты здесь находился иной раз шейх начинает читать и когда коран читает джинн проявляется иногда уже после непродолжительного чтения иногда иногда это может занять несколько минут и джинн проявляется а иногда не проявляется и шейх делает вывод что это психическое расстройство иногда происходит вот так вы сказали что джинны такие же творения как и люди значит они умирают да умирают но у них более длинная жизнь иной раз они могут жить 700 лет долго намного дольше чем живем мы и у них куда больше силы чем у нас физической силы у нас в интеллекте преимущество у нас интеллект намного выше чем у них в том числе и поэтому Иблис очень-очень зол ведь Адам мир ему знал имена всех вещей что бы это ни значило он знал суть вещей а джинны а Иблис это джинн не знали этого и вот это в том числе вызвало высокомерие гордыню в Иблисе мол человек столько всего знает о мире хотя только что появился на свет то есть только что ожил и он знает намного больше чем знаю я такое у нас преимущество над ними и они этого боятся то что мы люди можем размышлять так как не могут размышлять они и они сильно этого боятся как я вам уже говорил у нас свои преимущества над ними у них свои преимущества над нами если я знаю что кто-то одержим джинном в другой стране и если я буду читать дуа за этого человека джинны на меня за это нападут если делаете дуа за кого-то то есть просите Аллаха за него чтобы Аллах убрал одержимость с вами ничего не будет даже если вы наставление кому-то делаете обычное наставление ничего не будет с вами я многим людям наставление давал идите к этому шейху к тому шейху попробуйте почитать суру Бакара дома наставление которое вам даю если бы за это джинны нападали то мне надо было бы поспешить домой ничего не будет ничего не будет если жена ваша или муж находится под воздействием джина просто я знаю брата в северном Лондоне у него нет больших знаний и он вообще не экзорцист он просто обычный человек он молится соблюдает жена его тоже соблюдает и с женой его что-то неладное что бы это ни было после заката его жена меняется другой человек еще похожий случай был тоже там же в северном Лондоне я посоветовал я посоветовал им обоим эти муж с женой не ученые у них нет больших знаний в медресе они учились по определенной системе весь Коран наизусть тоже не знают но я сказал им в целом смотрите просто это сильные люди я знаю их сильные личности и я говорю мужу когда жена твоя в такое состояние впадает читай Коран придержи ее читай что-нибудь Суру Фатиха Аят Аль Курси Суру Фаляк Суру Аннас дуть нужно на человека несколько раз можно почитать что еще можно почитать Суру Аль Бакара это одно из первых Азан вслух читать вслух и они это делали и один из них конкретно сказал что помутнения такие стали намного-намного слабее чем были намного меньше да если вы просто у себя дома то вот это все можно если у тебя сильная воля тогда можешь так делать можешь пробовать сам ты же не будешь каждый раз кого-то звать домой но если у тебя слабая воля и ты не знаешь что делаешь пожалуйста обратись к эксперту где всевышний Аллах и как джинны могли подслушивать его повеление нет я не говорил что джинны подслушивали непосредственно от Аллаха я говорил что они подслушивали разговоры ангелов которые находятся в той области где как бы сказать заканчивается небо и опять же здесь как получается эти джинны не у Аллаха подслушивали не напрямую повеление Аллаха слышали они слышали разговоры ангелов вы можете почитать об этом в толковании суры Аль Джин также можете посмотреть в суре Софат почитайте толкование самых первых аятов там об этом есть опять же последнее что я хотел бы сказать вам множество историй случаев я могу рассказать вам представляете если бы мы снова собрались истории послушать в каком-нибудь тихом темном месте вопрос и ответы закончены до воздавства Аллах благом хвала Аллаху Господу миров братья и сестры ставьте лайки комментарии оставляйте подписывайтесь и на колокольчик нажмите чтобы новые ролики не пропустить